А ты что, в Казахстан не уехал? Ты сейчас что, реально? Самое главное, моя ошибка. Я вообще в шоке, потому что мне такое предлагают. Это я как раз таки понимаю. Я охренел, когда ты мне пришел и говоришь, что у меня вот столько. Так давайте все так же и что? Вот это да, здесь это есть. Меня это прям бесит. Это факт просто, это прям факт. Я там телефон суписал, слышишь ты, набери и что-то пишешь. Быстро вот это, тараканы, травим тараканов. Он говорит, служил, артиллерист. Я уже вижу паузу и пошли эти комментарии просто. Всем привет, 26 сентября, люди, дело. У меня в гостях Дима, он же стройплощадка, самый начитанный строительный блогер в России. Здорово, Дима. Ну ты, конечно, перегнул. Ну так и есть. Мы не знаем на самом деле, кто сколько читает. Запомните, все, что я говорю в этом подкасте, я говорю, основываясь на своем личном опыте. И для меня, Дима, самый начитанный строительный блогер, которого я знаю. Аминь. Все, возможно, есть какое-нибудь другое, но я не знаю другого. Хорошо, пускай будет так. Пускай будет так. Ну, как тебе у нас на подкасте? У нас классический вопрос. Слушай, ну, когда ты смотришь, это совсем все по-другому смотрится. То есть, ну, так, я думаю, и должно быть. Мне просто всегда интересно, потому что люди приходят, они, конечно, всегда были с той стороны, а потом они такие, бах, приходят, такие, бах, вот так смотрят туда-сюда, нифига, что это у вас здесь такое происходит? Слушай, ну, на самом деле прикольно, что у вас все по оборудованию реально на высшем уровне, а отношения между людьми, они у вас максимально простые. И на самом деле, я вот тебя, когда, допустим, не знал, я думал, что ты какой-то пафосный чувак, пипец такой. Так я и пафос, мое второе имя. Да ладно, а когда, короче, твою команду, ну, как бы с ней познакомился, такие мировые пацаны, если-то вообще, это просто, блин, и какие у вас отношения внутри, максимально простые. И ты понимаешь, что в основном, что про меня многие наверняка думают, то, что я про других думаю, это проблема тех, кто думает. То есть, понимаешь, то, что мы там себе напридумывали, это чаще всего наша проблема. Допустим, почему мы сегодня вообще собрались, мы сегодня вообще не должны были, получается, никакой подкаст писать, это все родилось экспромтом, получается. Мы сегодня делаем то, что мы умеем делать хорошо. Да, делать свое дело. Да. И все, то есть, вот, делать контент. И я, допустим, даже вот к слову о твоей команде. Вчера узнаю, что, допустим, съемки у меня были, человек уехал в Казахстан. Ну, понятно, по каким причинам. Потом узнаю, этот уехал, этот уехал, этот уехал. Я думаю, господи, да что же происходит? И просто вот, не зная того, что делать, у меня внутри уже паника. Мне жена на этой панике говорит, тоже езжай, тоже. Причем, знаешь, куда, что, говорю. Подожди, все нормально, говорю. Типа этот. Пойду к пацанам в кальянку. И в кальянке, кого я вижу, это прихожу, Ваня. Твой пацанчик, который у тебя работает. Вообще мировой пацан. Короче, не знаю. Я почему-то на него тоже всегда смотрел. Я думал, такие, как он, первые в Казахстан уезжают. Почему-то, не знаю, почему, по его внешнему виду. Я такой прихожу еще и говорю, а ты что, в Казахстан не уехал? Он такой говорит, нет. Ты что, говорю, в армии не служил? Он говорит, служил, артиллерист. Я такой, ни хера себе. И что, говорю, как? Ну, призовут, поеду. Такое, знаешь. И я бы думал, если вот Ваня не кипишит, вроде худой парень, знаешь, такой. И вот такая уверенность. И как бы вот, что вы, не знаю, вот в большинстве, получается, всей команды все равно остались. Ну, блин, пацаны, это круто. Вот. А так, получается, этот подкаст получился практически. Ну, не все мы остались. Но это не говорит о... У каждого свой путь, мы никого не осуждаем. И мы никого не осуждаем. Никого. Никого. То есть, на самом деле, то, что сейчас происходит, все пытаются какие-то параллели провести у нас в новостях с Великой Отечественной войной. Ничего подобного, на самом деле, нет. И все, кто, я считаю, тоже осуждать не надо. Кто решил уехать, пожалуйста. Единственное, если в этом логика... Я уже вижу паузу, и пошли эти комментарии просто. Сегодня будет именно такой подкаст. Да, да. Мы будем говорить, о чем хотим. На самом деле... Мы сегодня поговорим про переезд, в принципе, потому что Дима один из тех людей, который переехал в Москву. И я один из тех людей, которые переехали в Москву. И мы сегодня расскажем, что такое переезд. И вообще, потому что сегодня очень много людей решили переехать вообще из страны. Да, но они это сделали эмоционально. А я уже в своей практике заметил, что любые эмоциональные решения... Последнее мое эмоциональное было решение, когда я психанул и побежал, доллар по 130 купил. Йоп, парацететы. Да, Андрюха, Андрюха у нас тоже купил. Ты по 80 купил, нормально. А, ну ты еще красавчик. Ну, суть в том, что любое эмоциональное решение... Один я по 60. Любое эмоциональное решение, как правило, это плохо. В Москву я, на самом деле, долго планировал переезжать. У меня прям внутри была борьба. А потом просто я понял, вот либо сейчас еду, либо никогда. А что тебя заставило? Вот тут сидел серый Кодолов. Он говорит, короче, вот, ну, что его заставило, то, что он поговорил когда-то со мной на золотых руках. Я ему рассказал, что, типа, вот так и так и так, ну, тут можно вставить ставку. Я, по-моему, видел это, где он говорил это, что меня заставило. Ну, не было такого, что прямо что-то заставило. Просто я часто делаю решение, получается. Понимаешь, в этой жизни все постоянно хотят прийти, допустим, какой-то курс пройти, что-то еще, и узнать, как поступить правильно. То есть они хотят, чтобы, допустим... За них решили? Да. Ну, посмотри, курс это неплохо, кстати, я тебе хочу сказать. Сказали, ну, в жизни такого не бывает. В жизни бывает. Самый лучший совет и самое лучшее решение – это правильно не как правильно, а как неправильно не поступить. То есть, понимаешь, вот все вот книги, допустим, которые я читаю, все книги, которые я читаю, там тебе никто не даст, у каждого свой путь. Тебе никто не даст конкретных советов. Но ты точно узнаешь, что тебе делать точно не надо. Если ты не знаешь, что делать, делай что-нибудь. Вот. Если ты уже какой-то опыт у тебя накопился, чаще всего ты узнаешь точно, блин, на это я время не трачу точно. Значит, делаю это. Я не верю во все эти мировые многоходовочки, которые там говорят, что Путин сейчас какую-то многоходовочку придумал, что в экономике все просчитали, рассчитали. Ты когда читаешь книги экономистов лучших, они сами порой пишут, мы не ебем, как все это работает. Просто, ну, вот я тебе говорю то, что я вижу. Просто настолько сложные процессы, что что-то предугадать, кто мог предугадать коронавирус. Ну, или ладно, пойдем вообще издалека. Допустим, Юрий Гагарин полетел в космос. Все говорят, а, сначала Спутник, потом Юрий Гагарин, потом Американцы… Белка-Стрелка, помнишь? Да, да, Белка-Стрелка, Американцы на Луну. Все говорят, ну все, следующее… А ты думаешь, что Американцы высадились на Луну? Бочка таких событий, и все говорят, ну все, дальше Марс. Потом, получается, там… Юрий Гагарин что там говорил? На Венеру он полетит куда-то еще. Я тебе просто говорю, что смотри, все логически шло к этому. И все думали, что все. Но, однако, в 60-х годах все это закончилось. То есть, ну, потому что… Моя, допустим, версия, я думал, что Голливуд они строили. Нет, нет. То есть, ты думаешь, они реально… Я был в Королеве, и они говорили, что мы, советские ученые, наблюдали за этим полетом на Луну. То есть, в Советский Союз бы-то такую истерию поднялась, чтобы они не слетали. Они наблюдали, есть же приборы, которые, получается, ну там, не знаю… И почему с тех пор больше никто не высадился? Да потому что этот денег стоит, ебнуться. А на самом деле, нахера это нужно? Ну, я так думаю, просто лучше вон войны развязывать, походу. Ну ладно, что у каждого своё мнение. Моменток кино. Ну, не знаю. По мне всё, мне кажется, было. И, по крайней мере, люди, которые… Космонавты, тот же самый Леонов, который там выступал, он говорил, что да, это всё было. То есть, единопланетян они не видели. То есть, нам такие вопросы прямо задавали. Летали они на Луну, и видели ли вы единопланетян? Вот. Ну, я тебе говорю то, что я думаю, что все не могут врать. То есть, невозможно. Вот. Ну, ладно. Давай дальше. Конечно. А про 11 сентября террористов? Скорее всего, тоже было, на самом деле, тоже террористов. Ты сейчас что, реально? Да. Это промышленный взрыв. Что тогда Путин про это не орёт нигде? Слушай. Что вот он? У нас другой подкаст, чувак. У нас подкаст про стройку. Тогда давай. Всё, эти темы не трогай? Да-да-да, не будем от греха подальше. Вот. Я тебе просто расскажу, к чему я вёл. Давай. То есть, люди думали, что дальше будет, ну, логично будет развитие вот этой вот цепочки космической. Но она просто прервалась. Почему? Да хер знает почему. Но при этом, кто мог подумать, что появится интернет в 90-х? И он такой фурор на мир, получается, ну, как такое влияние на мир оказал, что всё это летание в космос, херня по сравнению с этим. Ну, полетели бы люди на Венеру, и чё? А интернет появился. Это ж пипец. Понимаешь, что есть? Ну, сейчас среднестатистический школьник за несколько дней получает столько знаний, сколько человек там в 17 веке за всю жизнь. Да, да, нереальное развитие. Я тебе просто к чему это всё говорю? Что я не верю во все эти предсказания, что и как будет. Мы не можем ничего предсказывать. Мы просто знаем, правильно поступать или неправильно поступать. То есть, вот в данной ситуации это лучшее, что мы можем. И на основе этого всего ты говоришь, всё, короче, спакуем вещи, расскажи эту историю. У тебя же она интересная. Я просто понимаю, что я не знаю, будет ли правильным уехать в Москву, но я знаю, что будет неправильным остаться в Перми. Вот этим методом, я тогда ещё прочитал книгу «Антихрупкость». И я понял, что всё вот это предсказание, мы просто должны идти навстречу возможностям. Мы должны покупать своего рода опционы. Что такое опцион? Это когда ты на бирже, есть такое понятие. Когда ты за маленькие деньги покупаешь какой-то опцион, то, что он выстрелит, небольшая вероятность. Но если он выстрелит… Опцион – это такое расширенное, то есть есть много понятий опцион. Суть в том, что ты покупаешь маленькие возможности, закидываешь везде удочки. За относительно маленькие деньги, грубо говоря, неважно, деньги, усилия твои, время твое, ты покупаешь возможности. И какая-то из них выстреливает. А когда уже она выстреливает, ты уже дальше в неё, получается, вкладываешься. Вот всё, что мы можем делать. Больше ничего. Но это мне-то кажется. Так и шёл по видосам. Когда я видос… Подожди, про YouTube мы сейчас немножко поговорим, мне просто больше интересно. И приехал, кстати, ты вот так сделал микрофон, чтобы он у тебя был вот на таком уровне, ты понял? Вот так, вот так. Вот ты должен говорить в него, тогда у тебя звук более чёткий получается. Всё, понял. Ты должен прям слышать это. Ну, я слышу вроде нормально. Вот теперь ты нормально слышишь. А, всё, окей. Так вот, скажи мне, получается, ты же более подробно можешь эту историю? Многим интересно, вот ребятам интересно. Ну, если конкретно, смотри. Ну, типа, нифига себе поступок. Я хотел переехать раньше, но потом это вонючая пандемия. Да. Вот. По-моему, уже даже очень неплохо было. Да, сейчас-то мы понимаем, что всё было прекрасно. Но суть в том, что пандемия, я всем звоню. Почему я вообще в принципе решил, что это пойдёт? Давай так сначала. По электрике мы сняли всё, что хотели. Вот есть у меня один комплект инструмента, мы всё по нему показали. Что, мне другой инструмент покупать? То есть полностью, я думаю, ну как бы это пипец затратно. Потом думаю, ну, снова те же самые работы снимать. Ну, вот мы Дима... Для тех, кто не знает, раньше канал Дима назывался, короче, Электрик Пермь или что-то такое. Как он назывался? Да, Электрик Пермь. Электрик Пермь, да. А теперь он называется Стройплощадка. То есть, ну, там был прям ребрендинг. Да, да. И я думаю, ну, блин, хочется что-то дальше снимать. Как бы вроде всё сняли. Я вижу, что Дурнив начал заново снимать видосы, которые снимал, прям перезагрузку делать. Но эта перезагрузка не зашла, я прям смотрю. Вижу, что можно было углубляться прям глубоко-глубоко снимать всякие узкие темы, типа как стал делать Илья Константинов. То есть, он стал сначала простые щиты собирал, они заходили. Потом стал собирать щиты, там, знаешь, просто с пола до потолка. И я смотрю, людям уже такое не нравится. То есть, люди любят на Ютубе. Строительные Литуб смотрят только то, что прям про тебя. То есть, вот и всё. И я думаю, что мне делать? При этом я познакомился, у меня было пару поездок. В Китай мы, получается, ездили. В Москву пару раз гоняли. В Сочи гонял, встречался с блогерами. И я вообще даже про Инстаграм не знал, честно говоря. Что есть Инстаграм, и в нём какая-то своя движуха. И я им говорю, вы что, где, пацаны? Мы Инстаграмщики, я думаю. Я же тебе в Сочи так и сказал. Да? Да. Суть в том, что потом я узнаю, что Инстаграм – это целый отдельный мир. И там реально заряженные пацаны. Я узнаю, что, оказывается, это мы в Перми копейки зарабатываем за электромонтаж. Тут пацаны просто реально на работе рубят деньги. Я думал, это вообще невозможно. Но я помню, мы сидели на пляже в этом самом какого-то... Да, да, да. И я это всё узнаю. Я говорю, пацаны, а вы что? А, многие из них стали меня спрашивать, как типа стать блогером, как, короче, там, какую камеру купить. Ну, я им сказал, какую камеру купить. Айфон? Нет, я на Sony X3000-то я снимал. Айфон, кстати, тоже крутая штука. Но суть в том, что те, кто из них камеру купили, они, ну, вот с камеры просто и остались. Я к тому, что это же огромный объём времени твоего, ресурсов твоих. И даже в самом лучшем случае, если ты снимешь ролик, скорее всего, ты на первых порах снимешь шляпу. Вот, без опыта. Как и мы все снимали, грубо говоря. Ну, я, по крайней мере. Я потом узнаю, что... Я говорю, а зачем хотите вести YouTube? Просто зачем? Хочешь с монетой деньги зарабатывать? Я говорю, это очень тяжело, чтобы что-то начать зарабатывать. Монета, монетизация на YouTube. А, да, да. Они говорят, нет, нам вообще на неё пофиг, мы хотим число для заказчиков. Я говорю, так давай я тебе сниму. Просто я приеду и сниму тебе для заказчиков. Мне контент... Я смотрю, у него там крутой инструмент, как вот я к краю вас ездил, да, вот. Вот, Деволда у него там тогда было на миллион, сейчас уже, наверное, по этим ценам уже на все два-три, не знаю. То есть я понимаю, что это, ну, реально как бы новое поле. И у них есть то, что надо мне. Я могу дать им вот площадку вот эту вот. И всё, и так пошло-поехало. Сначала в штыки многие воспринимали. Ну, естественно, да. То есть ты же понимаешь, что ты сделал. Ты даже не в продюсера превратился, а в... Ну, то есть ты убрал себя полностью из кадра, то есть из личного бренда. Да. Ты превратился в канал, который снимает просто о стройке и около того. Ну, сказать, что я это прям с нуля придумал, это чисто... Это я сделал первый, наверное, в стройке. Да. Но я просто смотрел канал Bodymania, допустим, там, или там тренер, допустим, спортивные каналы. И когда ты их смотришь, я всё думал... Да, там всегда разные герои. Да, да. Я думаю, а кто хозяин канала? Я думаю, а хера узнает кто? И классно, что? Ну, не знаешь ты, не знаешь. Просто канал тренера называется, к примеру, и всё. Зато там персонажи, допустим, интересные. Тебе что ещё надо? Каждый профессионал своего дела. Такой канал... Я просто думал, идея, эта идея в том, что такой канал не выдохнется, потому что каждый раз ты берёшь нового спеца с новыми фишками. Да. Вот. И он что-то всем рассказывает. Причём мне не важно, суперинструмент, не суперинструмент. Если он крутой спец, пускай делает хоть чем. Конечно, естественно. Но обоснует. Обоснует, почему это круто. Это его дело вообще. Ну, если он уважаемый человек, но опять же, кого попало, мы ни в коем случае не снимаем. То есть мне пишут очень много там людей, которые, приезжая сними нас. А они своё дело даже не любят. То есть таких... Ну, да. Вот эти рекламные истории. Мне на подкасты тоже просятся, давай подкаст, сколько стоит подкаст. Да, то же самое. Я говорю, нисколько они стоят. Я деньги-то с них не беру уже. Вот рекламодатель, мы стараемся рекламодателей запихать. И самое главное, что когда я переезжал, во-первых, я переехал, и люди, с которыми я договорился, половину дали заднюю. Они, да, Димон, приезжай, снимем тут, снимем там. И я, короче, такой, блин, переехал, всё. Я просто семью в самолёт, все дела, хату сдаю. Я не знаю, что делать надо, но знаю, что оставаться тут не хочу. Вот. Уезжаю и попадаю в новую реальность. Я, допустим, собирал на Шнайдере, а в Москве никто на Шнайдере не собирал на то время. А мне, они у меня главные рекламодатели. И я такой думаю, как так, что делать? Короче, была очень долгая история, чтобы переобуть тут людей на Шнайдер. Потом, получается, была проблема в том, что я электрик первым бывший канал. Меня никто не знает. То есть, все такие, кто, чего, я плиточник, ты кто такой вообще, какой-то электрик, первый раз тебя вижу. Вот. То есть, вот тут были проблемы. Я приехал и, получается, почему-то у меня было, может, с собой, у меня уже была кредитка, кстати, потраченная. А ты приехал с долгами? Который начал тратить. Но у меня ещё было сколько-то налички, косарей 200. Вот. И это я накопил и думал, что на самом деле все думают, что блогеры пес богатые, но я делал очень много проектов, на которые я вкладывался, а взамен ничего не получал. То есть, это люди вообще не понимают. И прикол в том, что я приехал… Прикол в том, что нужно, ну, я не знаю, кто как, но, короче, я инвестировал очень много денег до тех пор, пока это стало отбиваться. А сейчас это, допустим, у меня вообще чистый пассив. Это маховик. Любая тема – это маховик. Ты начинаешь его раскручивать, ты тратишь 20, 80% усилия, а он крутится только на 20%. И потом наоборот, когда ты его раскрутил. Вот сейчас со всеми этими санкциями нам по этим маховикам – бам! Но наша задача, короче, их продолжать крутить. Ну, ладно, это я отвлекся. Прикол в том, что я стою с полной жопой в Москве. У меня было с собой косарей 200, и я почему-то думал, что мне их хватит тут надолго, по пермским меркам. Ну, короче… Баран, ты понял, что такси стоит 2 500? Да, такси вообще – это отдельная история. Я даже просто, понимаешь, я еще бывал с вечера, посмотрю такой, за 700 рублей можешь доехать, норм. А потом такой, в 9 утра вызываю, а оно уже 3,5 рубля такой. Я думаю, это как вообще возможно, блядь? Да. Это Москва, да. Тут такое есть. Короче, меня просто все… Для тех, кто понимает, сейчас я объясню. Заправить тачку, похавать 2 раза где-нибудь, и там еще, я даже не знаю на что, ну, то есть, грубо говоря, 5 тысяч в день, короче, плюс-минус. Вот это, короче, улетает, если ты вышел из дома. То есть, ну, вот… Если ты с детьми куда-то пошел погулять, то десятка – это просто на лайте. Да. Просто вот так вот. Короче, рассказываю дальше. Получается такая ситуация, что мне нужен постоянно объем видосов, и при этом снимать-то мне их не с кем. Я тут никого не знаю, ну, реально, ну, просто никого, кроме Жора Кривенко. Мы с ним там первый ролик сняли. Но не буду же я вечно Жору снимать, и тем более я хотел уйти от темы электрики. Ну, да. Это была одна из главных идей. Самая главная моя ошибка, что я не понимал, как, в принципе, работает YouTube. Да вообще, я тебе скажу, практически никто не понимает, как он работает. Даже блогеры, вот я вот состою в сообществе блогеров, и я понимаю, что… Сейчас ты понимаешь? …что они чисто интуитивно больше не все. YouTube еще более-менее, да. Вот сейчас уже. Ну, вот смотри, допустим, с какой проблемой я столкнулся. Я снимал ролики по электромандажу. Судя по результатам, ты понимаешь. Ну, плюс-минус. Да. Плюс-минус. Я снимал ролики по электромонтажу, и я оброс вот этой вот аудитории, получается, электромонтажной. И тут я херак такой, следующий ролик по натяжным потолкам. И канал еще переименовываю из «Электрикперин» в «Струйплощадку». Какую я волну хейта словил, это просто я никогда не забуду. Просто, знаешь, там прям были даже комментарии, да лучше Земского смотреть, чем тебя, прям, знаешь. Я прям… Даже вот так. Все, короче, да. И я такой думаю, да что за хрень, короче, как так? Что я не так сделал-то? А и видосы бы вообще не заходили. Их прямо YouTube хоронил сразу. Я думаю, как так? Мне просто интересно, будет ли у меня хоть один подкаст, где слово «земсков» не будет? Пока что не было. Везде. Пока что не было. Что, везде был «земсков»? Везде обязательно так или иначе мы его цепляем. Ну, ему надо дать должное, потому что личность яркая в стройке. И для, я думаю, YouTube строительного он много сделал. Вот. Даже вот, знаешь, то же самое. Он привлек очень много внимания. Да. И правильно он говорил, неправильно. Все мы где-то ошибаемся. То есть идеального ничего. Я понял одно, что, знаешь, я снимаю «Электрика» простого. Все пишут «Рукожоп». Я приехал в Москву, думаю, сейчас тупо «Электрика» сниму. Все заткнутся. Все поймут, короче. Все напишут. Красавчик. Также пишут «Рукожоп». Так что я потом, я сейчас уже даже не парюсь над темой. Просто снимаю, а там уже пускай пишут, что хотят. Слава богу, что на YouTube в принципе есть обратная связь. И у каждого есть свое мнение. А нравится оно тебе, уже не нравится. Дизлайки жалко, что убрали. Да, вообще жалко. Вот я не понимаю, зачем это сделать. Меня это прям бесит. Я тоже. Я не понимаю, зачем убрали дизлайки. Не знаю, это какая-то ихняя либеральная херня. Короче, вот. Суть в том, что… Кривенка. Приезжая, приезжая, ничего нету. Просто. Я почему-то думал, что я приеду и все такие «Вау, Дима, там 100 тысяч подписчиков». Лифтики. Да, 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 да. Я звезда тут. Короче, а я просто нахер никому не нужен вообще. И потом думаю, ну такая реальность. Буду искать. И давай всем писать. Просто всем писать. Типа давай сделаем проект, сделаем проект. А мне просто, ну там, из десяти один-два отвечают. И один из тех, кому я написал, это Виталян. Не знаю. Он почему-то говорит, что он мне написал. Но я помню, что я ему первый написал. Хотя человеческая память – это самая нестабильная штука. Ну пускай будет как угодно. Вот. Суть в том, что мы с ним связываемся. Я говорю, что, давай сделаем проект. Типа вот мне надо так и так, короче, вырваться как-то. Ну, а суть в том, что я понял, что подписчиков я не могу… Ну, видосы у меня не заходят новые, не по электрике, потому что у меня аудитория электриков. А YouTube так устроен, что он сначала показывает порцию твоим подписчикам. Да, да. Если им не нравится, он хоронит видео. Вот. И мне для того, чтобы вырваться из этого, получается, круга порочного электриков, нужно было… Какое-то количество видосов. Какие-то видосы, которые зайдут в том числе электриком. Да. Вот. Я потом подумал, ну ни хрена себе, я тоже сразу на потолки перешел. Перешел, надо сначала какую-нибудь инженерку снимать, в принципе. Много же, которые, допустим, делают… Ну да, близко. И электромонтаж, да. Да, это прям очень близко. Вот. Я подумал, надо вот какие-то такие мостики, короче, наводить. И я охранил от Виталиана, но он сказал мне, давай снимем. Я говорю, когда снимаем? Да хоть завтра. Я такой думаю, ни хрена себе, мне обычно там, знаешь, мост там, ну там, позвони через месяц, там, думаю, какой месяц я тут уже, я за хату сейчас полтинник в месяц просто плачу. То есть, я думаю, я скоро уже уеду просто из Москвы. Вот. И так вот мы с Виталианом сделали проект. Первый проект мы сделали такой себе. Но тем не менее, это такой себе проект зашел там, не знаю, может 300-400 тысяч точно набрал просмотров. Вот. Потом, и потом потихонечку пошло-поехало. Я как-то стал, смог, короче. Я прям вот, знаешь, прям вот до нуля. Да, последняя командировка, когда вот я в Краснодар уже уезжал к Диме Краеву, так получилось, что я уже не знаю, что делать. То есть, я уже думал, может, теперь в натуре уезжать. Но меня и там, если честно, особо никто не ждет. Поэтому, как бы, я всегда за собой еще мосты сжигаю. То есть, я, знаешь, там, я инструмент продал специально, чтобы, короче, даже мысли не было, короче, возвращаться. Я понимаю, что это рискованно. Но не знаю, почему-то я вот был уверен, что это правильно. И, допустим, Дима Краев из Краснодара мне набирает как-то вот как раз вот в этот момент, когда я просто не знаю, что делать. А у меня осталось 6 тысяч. Причем 6 тысяч не наличкой, а на кредитке. Понимаешь? И, короче, вот. Суть в том, что он мне звонит, говорит, давай, поехали ко мне в Краснодар. Я тебе инструмент свой весь покажу. Покажу. Есть подходящая квартира. А я смотрю, ну, просто подходит вот реально для съемок. Маленькая квартира. То есть, ее можно быстро сделать. Как раз снять, все показать. И я еще занимаю денег на билеты. Лечу к нему в Краснодар. Вот. Мы снимаем там сразу 3 ролика. И про инструмент, и про лайфхаки, и про электромонтаж. И этот проект заходит. Со мной расплачиваются рекламодатели. Тогда это небольшие суммы были, но мне прям они нужны были. Вот. И в итоге все заходит, и потихонечку, потихонечку, потихонечку начинает все выкарабкиваться. А самое интересное, что вот прикинь, ну, вот ты, допустим, идешь к плиточникам работать. И ты этот путь плюс-минус уже всеми пройден. Ну, у тебя есть уже плиточники, с кем посоветоваться. А путь, который себе придумал я? Сто пудов. Кого ты совет спросишь? Я вот даже, вот ты мне сейчас рассказываешь, и я так на себя перекладываю. Да я в жизни, если бы я в жизни не... То есть, чтобы я сказал, я стал блогером. Все. То есть, я зарабатываю бабки чисто с Ютуба. Реклама и, короче, монета. Все. И у меня такого этапа никогда в жизни не было. Вот, так мне все говорили, это невозможно. Да, я бы тебе тоже так же сказал. Я бы тебе, вот ты со мной не спрашивал, но я тебе так бы сказал. И понимаешь, что... И я охренел, когда ты мне пришел и говоришь, у меня вот столько. Да, я сейчас расскажу. Ты думаешь, что, блядь, сколько? Я сейчас к этому приду. И суть в том, что мне говорили, какие деньги на стройки, на рекламу. А это еще, все думают там рекламодатели. Все же думают, ты милкой работаешь, все эти милка заносят. Все думают, да хер они чё кому занесут, хер, хилтосы точно хер кому чё занесут. Короче, суть в том, что... Ну и милка туда же, они вообще импортили. Да, короче... Бош, форев. Вот это единственные ребята, которые... Бош нормальные пацаны были. Были, ну есть, но уже ушли. Короче, суть в том, что я потихоньку начинаю выкарабкиваться из этого. И потихоньку, потихоньку работал я пипец. То есть, я всегда искал. Я не знал, что надо делать. Но я знал, что не надо делать. Не надо сидеть на жопе, это точно. Я писал всем. То есть, а, я первым делом сказал себе, что я... Опять же, надо идти навстречу случайностям. То есть, я понимаю, что я никого не знаю. Но это моя проблема, что я никого не знаю. Я сам закрылся, приехал. Ну да. И ни с кем не общаюсь. То есть, я решил сходить на все тусы. В том числе и на твою. На День строителя. День строителя мне очень много дал. Причем, что первый, что второй. То есть, мероприятие реально охрененное. Все эти слеты электрика, все это так. Единственные, кстати, вот слеты мне, ну реально, ну честно, ничего не дали. То есть, просто встречаешься. Там одна и та же туса, одни и те же люди просто приходят. Вот. И я пошел к тебе, получается, на День строителя. Там сразу же несколько проектов родилось. Плюс оператор, который сейчас у нас работает. Ну, Виталиан уже это рассказывал. Потом, получается, я пошел на потолок пати. Потолки натяжны. Это вообще отдельная история. Отдельный мир, да. Просто целый мир, который чисто вот в мире такого больше нигде нет, как в России вот эта потолочная движуха. Да. Там у них свои Игры престолов, подковерные козни, короче, там просто жесть какая-то происходит. Они там друг друга перекупают, типа, вообще, там просто, я охренел, мне просто еще такой, а сколько будет, мне, прикинь, приходят такие, а сколько будет то-то, то-то, тому-то, тому-то, короче. Я такой говорю, я вообще в шоке, потому что мне такое предлагают. Думаю, ни хрена себе, вот это уровень. Там, короче, бабосы, я так понял, неплохие крутятся. Потому что это делают чисто в России все, производители в основном все российские. Да, да. И это как бы, и эта тема, она прям зашла. Ну, можно долго, я понимаю примерно, почему она зашла, можно долго, короче, рассуждать на эту тему. Но на самом деле это просто тема зашла, и все. Не суть уже. Электромонтаж-то никогда не зайдет, как вот эта тема с потолками. Вот. Ну, это опять, это отдельная история. Я может, я планирую сделать ролик для, ролик по заработку вообще, настройки. И там немножко эту тему раскрою. Вот. Суть в том, что я пришел на этот потолок пати. Я пришел на него и думаю, что, короче, этот. Так, тут чисто с пацанами поздороваюсь. Опять же, я узнаю, что вход туда пятнашку стоило. Я даже не знал. Вот. Вход туда стоит пятнашку. У меня, короче, даже с собой-то денег-то особо не было, короче. Я думаю, ни хера себе, думаю, как так. И меня встречают знакомые пацаны, короче, из 5+. Леонид. Говорит, здорово, Димон, здорово. Я с ним как раз маленький, проектик снимал. Чего, говорит, да где сюда? Браслет повешиваю. Я такой, у меня, говорит, чел не пришел, короче. И вот, понимаешь, чисто я приехал в какой-то пассат еще. На такси, короче, там. Я так приехал. Я не знаю, пойду я туда, попаду вообще, не попаду. Я попал. То есть, понимаешь, при желании, вот опять же. Я не знал, что надо делать, но точно не сидеть дома. И тут же, короче, встречаясь. У меня так чувак на випку попал на 10 лет. Он такой, короче, уже все об этом. Чего там, куда? И когда сказал он попал, куда невозможно было попасть, он попал. Вот. Главное желание, говорю. Самое главное – это вот действие какое-то. На эту тему, на самом деле, вот очень много книг есть. И они пишут вроде бы о разном. Но самые хорошие книги, они вот к этому одному сводятся. Что любое действие лучше без действия. И порой, обрати внимание, успешные люди – это далеко не самые умные люди часто бывают. Они просто энергичные. Я не видел ни одного успешного человека, у которого мало энергии. Ни одного, кто просто такой, ну, а что мне за это будет там? Если бы мне дали тогда, то я бы тогда, даже умный он будет, хоть какой, у него ничего не получится. Сто процентов. Вот. И я попадаю, короче, на эту пати. Там, получается, тоже там Вась-Вась, там, короче, потусил с одними, потусил с другими. Ты с Крабом там познакомился? С Крабом в том-то дело я там так и не пересекся. А так и не пересекся? Но я получился так. С Ваней хотя бы познакомился? Так, за руку поздоровались, но опять же ничего не было. Там получилось… А ты Ваню же еще не снимал. Не снимал. Но хотел бы снять. Вот, сними обязательно. Да, да. Суть в том, что… Моя рекомендация тебе. Хираки, я попадаю на пьянку одну. А на этой пьянке я уже договариваюсь о какой-то поездке в Беларусь, и через месяц я еду в Беларусь. Это вообще отдельная история, как мы оттуда, короче, живыми вернулись, я просто еще не знаю. В том плане, что, короче, там было очень весело. И парни, которые с нами были, они не совсем понимали, в какую страну они попали, что тут не все вещи можно делать. Вот. И, короче, там все делали. И потом, получается, мы обратно через границу это сжегали. И туда мы проехали незаконно, незаконно туда, незаконно обратно. Короче, это вообще прям целая отдельная история. Я думаю, господи, что я делаю? Просто уже куда? Когда на этой границе, короче, границу эту перехожу. Вот. Но, тем не менее, я окунулся в этот мир. Я плюс-минус понял, что и как. Я понял, что им нужно. Вот. И все. И тогда пошли вот эти вот проекты один за другим, видосы. Суть в том, что в итоге рекорд моей монетизации составил, получается, вот за декабрь. Она, правда, пришла в январе. 750 тысяч рублей. То есть просто... Я охренел. Когда ты мне это сказал в кальяшке, я такой думаю, да ну... Я такой на Андрюху так смотрю. Андрюха мне такой, ну что, вот я тебе говорил тут, короче, ну вот типа... Да, да. И у меня было чувство, что я, несмотря ни на что, я сломал систему, и я прохал, и я на вершине горы. Так у тебя, не более того, я тебе расскажу, как со стороны смотреть. Со стороны я такой... Мне такой Андрюха скидывает, короче, видос. Смотри у Димона, короче. Раз там 350, раз смотри, там 500, там миллион просмотров, два миллиона просмотров. Я такой думаю, да ну нахер. Потом смотри статистику, короче, он мне скидывает, короче. И раз ты ему скидывал, а он мне такой... Он такой показывает. Я такой думаю, ни хрена себе, короче. Я говорю, ну давай-ка с ним потрещим чуть-чуть, короче. Да, и... Ну это, честно скажу, это были успешные проекты, которые в том числе не без везения тут было. Но у меня было как везение, так и не везение. Ну я не верю в это везение. Везение везет... Я просто потом смотрел на картинки, я смотрел на то, как подача идет... Превьюхи. Как идет вот это вот. Очень обожаю превьюхи делать. В общем, суть в том, что... И получается все вот... Ну не только превьюхи, удержание. Там фотофактор. Ты можешь сделать самую крутую превьюху, и все равно будет у тебя очень маленький... Конечно, конечно, конечно. Самое главное, как не крутить само видео содержание. То есть ты должен сделать такую превью, которая будет кликабельным, но при этом действительно передавать то, что там происходит. Если ты там сделаешь кликбейт какой-нибудь жесткий, оно не будет работать все равно. Конечно, конечно, конечно. Вообще самая главная ошибка в строительном ютубе, когда делает какой-то видос. Прямо стремный. Вот прям стремный видос. И говорят, да это мы для своих пацанов снимаем там. Как бы для узкой аудитории. Если ты снимаешь для узкой аудитории, значит, скорее всего, не для какой. Просто, ну, не будут его смотреть. И вот проблема, допустим... Я честно скажу, я не охрененный был. Электрик никогда им не был. Я просто иногда смотрел, что мне... Вот я снимал видосы, думаю, блин, мне бы хотелось вот это узнать, что как они делают. И вот мы старались, короче... Я, допустим, когда Жору Хривенко-то уже снимал, он говорит, ладно, да это и так понятно. Я говорю, так, никаких не так понятно. Теперь простым языком объясни, чтобы понял даже гинеколог. Все продукты, все хорошие продукты, вообще все в мире, начиная там от кофе, заканчивая там, не знаю, какими-нибудь айтишниками, ютубом тем же самым, они были сделаны от боли. То есть они... Чья-то боль была очень жесткая. И надо понимать, как в принципе работает наш мозг. Так, я вот недавно понял, сейчас смотрю, все кто-то смотрит, либеральные ютуб-каналы, ну там, где там... Что такое либеральные? Ну, либеральные, ну вот те, кто, ну вот, Навальный. Вот эта тема, короче. Смотрю те, кто их смотрят. Меня знаешь, что удивляет? Слушай, вот... Вот чувак, ты вроде для себя понял, что все говно, да? Нахрен ты постоянно это смотришь? Ну ты для себя уже все понял. Ты хочешь, допустим, в другую страну? Так ты учи язык. Когда я попал к Навальному, ну ты знаешь, помнишь эту историю? Когда мы делали с Лехой, с Ковдием видос? Да, да. И мы попали, короче, к Навальному. 12 или там 18, сейчас уже 25 миллионов просмотров у этого видоса. Ко мне пришло тысячи-полторы всего, понимаешь? То есть пласт вообще людей абсолютно разный был. Я думал, там сейчас будет, у меня 7 минут первый хвалил. Он прям хвалил. Людей перешло мало, подписались, и они до сих пор мне иногда пишут, там, ну что там, ты там, ой, еще жив, короче, нифига себе, короче. Вот это единственное, что... То есть я понял, что вот вообще эта аудитория нерелевантна, как и реклама. Вот смысла брать рекламу у Навального или у каких-то таких каналов строительным вообще никакого нет. Да, конечно. Может быть у автоблогеров, у хендмейт, или еще там у кого-нибудь. У совсем широких каких-то вот продуктов. Смысла никакого, никакого, потому что другая аудитория смотрит. Игры, мне кажется, у него нормально будет. И прикинь, ну, игры, да, конечно, танки, да, все такое. Там как раз такая аудитория. Я тебе просто к чему это говорю? Я тебе сейчас говорю к тому, что, в принципе, как устроен мозг. Все думают, что они смотрят видео для какой-то там суперполезной информации. Нет, нет, ты сейчас мне говоришь то, как думаешь ты. Нет, нет, нет. Не так это работает. Нет, нет, нет. Это проекция называется. Это книга мозг. Ты проекцируешь, просто понимаешь, вот то, что ты сейчас мне говоришь, вообще все, что на самом деле я тебе говорю, и то, что ты мне говоришь, мы проекцируем свое мнение. Все, точка. Поверь мне, есть люди, которые смотрят просто так, блядь, пожрать. Нет, тогда, но опять же. Вот я, допустим, не могу смотреть просто так. Я даже пожрать хочу смотреть, чтобы что-то, короче, какую-то инфу получить. Ты что попало? Смотреть не будешь. Короче, смотри, суть в том, что все эти блогеры, которые сейчас есть, они говорят то, что ты хочешь слышать. Чаще всего. И ты такой, ой, Клайв, ты только получаешь кайф, он думает так же, как и я. А все остальные дебилы, короче. И потом получается два кластера. Одни думают, что эти дебилы, другие шутят, они самые умные. В стройке что-то типа того же в видосах. Как только ты что-то непонятным языком говоришь для человека, он чувствует себя тупым, а никто себя тупым чувствовать не любит. Он думает, херня какая-то и закрывает. Поэтому надо максимально подробно для всех все объяснять, чтобы он... А когда человек смотрит и начинает понимать, он кайфует. Это как ты на алгебре. Учишься, пока тебе непонятно, ты двоечник, тебе стрёмно. Но стоит тебе въехать в какую-то тему и разобраться в чём-то, ты кайфуешь от неё. Вот. И это просто... Ну, я просто говорю к тому, что почему я это понял и стал просто максимально просто снимать для всех. А чаще всего ошибка, когда снимают для профессионалов. А YouTube это как ни крути про широкие массы. Для профессионалов снимайте в своём Инстаграме. Вот у меня видео одно из лучших, которое зашло, установка ванны. И я там такие простые вещи. Вот для себя, сидя на ванне, 2 миллиона или 2,5 просмотров, сидя на ванне, я просто тупо рассказывал, как нужно установить ванну. Простой листочек положите там. Ну, какая херня. Ну, короче, мне до сих пор, это один из самых просматриваемых видосов на YouTube, и мне люди пишут, спасибо, это было так круто, я там ванну. Вот здесь, короче, на этом самом охранник. Мне такой, о, я ванну ставил, тебя смотрел, короче, прикинь, охранник какой, охранник такой, вот о, я знаю, короче. Жору Кривенко сейчас в электричке, говорит, сажусь, вы тот самый электрик, такой, даже не помнит, где смотрели, просто помнит, он такой, да. Потом, короче, садится, говорит, проходит минут 30. А мужик этот же там и сидит, короче, типа Жора, говорит, раз в год решил на электричке приехать вместо машины. Другой такой, проходит мимо, электрик, и такой уже, этот Ржо, тоже первый такой, знаешь, который я тоже узнал. То есть узнают, ну, с ним видосы суммарно, наверное, миллиона 3-4 набрали, которые вот проекты с ним были. То есть, ну и Жора красавчик, он на камеру, конечно, хорошо работает. Вот, ну и Виталян, ну самая звезда, конечно, Виталян Базара нет. Прям, Виталян и камера. Ну, чтоб ты понимал, когда мы снимались с Виталяном, там бывали такие у нас срачи, я каждый раз, когда с ним проект делал, думал, последний проект, думаю, короче, все. Вот, но потом, знаешь, Виталян сам такой, вот даже с ним, когда посрешься, ты с ним, по-моему, скучаешь по нему. Такое время, ты думаешь, и продукт получается крутой с ним, реально, и все кайфуют, на самом деле. Мы сейчас делаем такой проект, там просто с ним. это реально крутой проект. Я смотрю прям, это супер. Надеюсь, все получится, доделайте, и я прям, я очень хочу его посмотреть. Суть в том, что я эту монетизацию получаю на карту, вспоминаю, прям даже прикольно вспоминать. Не, я, честно сказать, я никогда в жизни, то есть я там, ну, у меня еще реклама, она такая, чуть-чуть там есть, и все, я не расставляю, когда ты не сказал, я думаю, ахренеть, это можно было закрыть моего оператора, помощника, еще кого-нибудь, те, кто у меня косты, короче, постоянно, да, я думаю, ахренеть, еще себе оставить, думаю, да ну нахер, так, ну-ка, ну, у меня такие мысли были, понимаешь? Да, суть в том, что даже потом, когда я вообще ничего не делал, там, ну, приходило там 350, да, да я офигел, просто даже не выкладывал ролики, это вот я под Новый год, ну, это не случайно, просто в декабре самой высокой монетизации, я все проекты оставил красным декабрь, вот, и, ну, до этого, может, она была там сначала там 150 монет, а потом 200, потом 300, потом 400, и потом бам, вот такая вот, короче, упала, и я закрыл все кредиты, у меня было 400 косарей кредитов, начиная со всю мою блогерскую, вот это вот, на все проекты, у меня были провальные проекты, переезд в Москву, не самые лучшие времена, я закрыл все, и у меня еще где-то там остается, где-то полляма, и я такая с женой уже, лежим, мы такие, туры в Доминикану выбираем, а я на море не был с 18 лет, последний раз я был, и у меня море, это прямо моя мечта, ну, вот есть у человека мечта, вот у меня мечта зимовать, вот на Бали, допустим, вот прямо моя мечта и цель, мечта и цель должна быть одним и тем же, и я такой, все, я красавчик, 23 февраля, ой, а у меня, прикинь, меня лям засунут, короче, в один проект, там, короче, я такой уже, презентации, все у меня готово, и тут, бах, подкасты, подкасты, которые будут выходить, они тоже были уже сняты, вот, и я такой, с женой еще, помню, выбрали тур в Доминикану, ты еще не нажал оплатить, да, она говорит, давай прямо сейчас, а то потом передумаем, я говорю, утро, утро вечером мудренее, всегда, у меня прям интуиция говорила, вот утром точно да, вот уже, просто я так долго откладывал эту поездку, мы так долго хотели, так откладывали, откладывали, я такой, пока что надо было ехать, слушай, нет, слава богу, не поехал, честно говоря, сейчас понимаю, что хорошо сделал, что не поехал, суть в том, что утро, мы все-все видим, новости, сказать, что я был в шоке, как бы, ну как вы думаете, рад я или не рад, я не понимаю тем, кто вообще этой хуйни радовался, но, я был в шоке, мне было прям противно, я сделал сториз, вот, я понимал, что я сделал сториз, в который написал, что виноваты все три стороны, как думаешь, от кого я пиздуре получил, от всех, от всех, от своих, я сделал тоже три сториз, три или четыре даже, я сделал на эту тему, короче, перерепостил, говорю, то-се, и знаешь, что случилось со мной, у меня никогда не было хейта, ну в смысле, от слова практически совсем, я даже никого не был, у меня в бане два человека, или три, это которые вот явно просто что-то описали, ну вот прям там, на родственнике, ну идиоты, короче, то есть на все комментарии, я либо, я всегда, вот когда мы делаем мероприятия, что-то еще, говорю, ищите самых жестких хейтеров, и дайте мне с ним поговорить по телефону, все, то есть я не занимаюсь черней, вот, и тут у меня, прикинь, я в Киеве выступал, короче, у меня там тысячи фотографий, то-се, все, то есть, и мне со всех сторон просто, и я такой, знаешь, у меня морально, я не знаю, как это слово объяснить, вот, убит, это простое слово, то есть изнасилован, жестко, и я такой, знаешь, такой, дома я такой сижу, я ничего, и у меня, я понимаю, что у меня проект, то-се, у меня девчонка с Украины должна была как раз приехать под проект, прикинь, у нас был крутой проект, короче, да, я знаю, да, 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 вот, с Полтава, да, 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 вот, и короче, мы все, и она мне такая пишет, говорит, ну смотри, у нас здесь вот это вот, то я понимаю, что все не срастается, а у меня уже там все оплачено, короче, ну короче, жесть, вот, контракт, ну короче. Самое главное, что мне стали писать, как украинцы, которые меня просто, вот, я, я получается, сделал сториз, с которым явно показал, что я против, и они мне, ты плохо показал, надо было так показать, я такой, давайте, ребята, сами тогда разбирайтесь, вообще, ничего, по этой теме больше, вообще, постить даже не буду, а наши мне стали писать, слышь, ты, Доминикану собрался там, короче, тут люди вообще море не видят, я такой, так давайте все так жить, что, классно, давайте все не видеть, то есть, понимаешь, я такой путь прошел, как будто я это не заслужил, как будто я, не знаю, сын чиновника какой-то. запомни, все тебе все равно придрявят, то есть, ну, мне вообще, ты что? Состояние было мега подавленное, чтобы ты понимал, мне даже, а когда еще отключили монету, я понимаю, для тебя это было жесть, я еще, мы еще обсуждали это. Мне просто тяжело было ходить, не то, что там, как бы, там, что-то там ходить, меня очень сильно выручил Виталян, который мне просто сказал, когда мне еще ушел оператор, ну, я не хочу уже углубляться, там уже дело каждого, что и как поступать, но это, кстати, тоже очень классно, когда шторм, не бойтесь штормов, шторм, во-первых, крепче руки, а во-вторых, вы реально узнаете, кто крыса, а кто настоящий матрос. Вот что я понял. Да. И суть в том, что было очень тяжело, и мне Виталян просто говорит, что, хоть сейчас проект замутим, хоть сейчас, три звонка, говорит, такой. Я такой в смысле. В его стиле, да? Сейчас я позвоню и скажу. в этот проект, который мы сделали. я ей звоню и говорю. Да, 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 да. Просто реально, три звонка в Челябу, в Красноярск, короче, там, ну, в питерских я сам потянул, короче, чуваков. И мы все летим, и дело не в том, что мы там даже что-то денег заработали. Мы психологически отвлеклись от всей этой ситуации. Да, да. полетели и сделали свое дело. А я нет, прикинь, я, короче, переживал, я сделал ошибку, вот в этот раз я не сделал ошибку, я не буду молчать. Короче, какая история, то есть позиция, история, я буду делать то, что умею делать хорошо, то есть я умею делать YouTube проект, я делаю, я умею делать обучение, я буду делать обучение, я умею делать мероприятие, я буду делать мероприятие, я умею делать ремонт, я буду делать ремонт и рассказывать про ремонт, я не буду просто тупо молчать, потому что мне это самому тяжело, потому что есть призвание, когда ты можешь рассказывать другим, как призвание учить, так и... То есть любой человек не может стать блогером, как бы это ни звучало. Он может обучиться этому, но если у кого-то вот признай, призвань, вот он может говорить, вот фиг знает. Слушай, у меня нет никого призвания. Тебя, ну... Вообще. Но я поэтому себя и не снимаю. Вот, вот. Я это понял, и не стал выпендриваться, и не стал себя снимать. Да, да. То есть поэтому нет, вот нет алгоритма, по которому нужно действовать, и все будет ок. У каждого свой. Да, алгоритмы такого. А тут опять, тут что не надо делать чаще. Чаще всего придется в то, что точно не надо делать. Вот, допустим... Вот мне надо спорить в комментариях с людьми. Да, это херня. Иногда сам я начинаю, честно говорю. Допустим, когда мне начинают там «Вы виноваты в том, что вы его выбрали». Я говорю, блин, вы мне еще недавно писали, что мы, оленя, никого не выбираем, и мы все рабы. Слушай, я читаю 100. Я читаю 100 комментариев в лучшем случае. Дальше все не могу. Все. То есть вот если я вижу... Слушай, но я еще отвечаю, потому что это активность. Во-первых, это активность в комментариях, все дела. Вот я так, Инстаграм. У меня Инстаграм, почему такой лояльный? Ну, понедельники и все такое было, да. Вот я понедельники закончил. Вот 22-го числа я закончил. Я делал три года, прикинь. Три года день в день мы с Андрюхой в любом, короче, состоянии мы делали понедельники. И 22-го числа я перестал делать понедельники. По инерции я сделал еще два с темой с этой. Вот. И все. И, короче, просто вот тормознул. И, ну... Кстати, я смотрю, что Инстаграм не такой, ты мертвый. Не мертвый. На процентов 30 все просело примерно. Ну, может, чуть больше. У меня больше. Чуть больше, да? Ну, я забил. Вот, допустим, Асерый Кодолов, он не забил, он сказал, мне пофиг, и он качал. И он, короче, мало того, что выровнялся со мной, выросли. Да, еще я даже вырастем умудрился. То есть у него там... У меня было 50 тогда, короче, грубо говоря. У меня сейчас 49, а у него 50 сейчас. А тогда у него было 25. То есть он вырос неплохо за это время. То есть он просто делает каждый день. Просто как робот. Красавчик. Да, красавчик. Правильно, правильно. Ну, мы тоже, мы стали находить выходы. Вот тот же самый Boosty проект мы запустили. Boosty круто, да. Да, то есть там, получается, у нас уже есть ролик по гипсокартону, где просто чел из Питера. Ну, очень, мне кажется, хороший гипсокартонщик. С ним там, наверное, контента часа на три, если не больше. Вот, на Boosty прям подробно-подробно по перегородке. Есть по потолку гипсокартоновому. Есть, получается... Мы и будем дальше Boosty долбить. Студент на прокачку мы запустили. Рубрику. То есть, когда вот у меня Эрик, мой напарник... Слушай, смотри, давай спросим. Вот скажи, тебе огромное количество чуваков пишет, хочу снимать видосы. Хочу быть блогером, хочу быть то, сё, пятое, десятое. Что ты думаешь по этому поводу? Вот, ты понимаешь, смотри, из моего окружения, если честно, я-то типа один из старичков, я там типа когда начинал один из первых после Земского. Как говорит Витальян там, доземсковскую эпоху? Или как он говорит? Ну, типа того, да. Вот, в земсковскую эпоху. В земцовскую эпоху, да? Я начинал в земцовскую эпоху, потому что меня толкнул он брать камеру. Причем я год сопротивлялся, я год с пацанами своими общался, и типа говорю, надо снимать, надо снимать. Ну, короче, типа не получалось. И в конце концов, кстати, как раз-таки, когда я остался один, когда был шторм жесткий, я, короче, купил камеру. Ну, сейчас дело не к этому. Ой, как камеру, если я расскажу, как камеру покупал, как все это начиналось, блядь. Просто пять минут, чтобы вы понимали. Вот прям не буду все это рассказывать, я не люблю, блядь, рассказывать, кто-то из... А я, кстати, эту историю не знаю. Как кто-то из говна поднялся, там, все дела, короче, там, такое, короче, этот. Я сейчас просто вставлю его фотку, короче, паспорта, и вы поймете все про Димона. А я думал, а что такого, нормальный паспорт. Короче, я покупаю камеру Sony X3000, у меня денег нет, я беру ее в кредит. Тридцатка. Тридцатка в кредит. А мне еще кредит почему-то не одобривают. Мне какой-то вонючий банк ее одобрил, кредит в М-видео, просто за 56 тысяч вместо 30. У меня беременная жена с первым ребенком, и она говорит, такие деньги, как мы вообще расплатимся. То есть сейчас мне просто вспоминать смешно. Два с половиной косаря... Мне такая же херня была. Два с половиной косаря в месяц платешь, и он меня напрягал. Блин, это вообще... Вот и смешно, и не смешно. Вот и думайте сами, просто все было или не просто. И в каких ситуациях? Ну, когда я ее покупал, я понимал, что, опять же, не зная правильно, неправильно ее купить, но неправильно, вот, ничего не покупать, ничего не делать. И вот я ее купил. Вот с такой философией я, короче, и живу. Вот. Что там дальше? Что там? По поводу, вот, типа, все ниши заняты, ля-ля-ля-ля, там, типа, вот, смысла нет, уже там есть там, кто делает, никогда у меня ничего не получится. Я хочу сказать, что есть ребята, которых вот я лично знаю в Инстаграме, которые просто бахнули себя, кто на чем, короче. Тут самое важное, мне так, должна быть интересная подача и интересная, ну... Ты должен профиком быть. Ты должен реально что-то, вот, если ты сам себя хочешь снимать, если ты просто, блин, я не знаю, делаешь ремонт, вот и день, день прошел, ну и нахуй он пошел. Как бы, вот просто сделал, и тебе насрать, да. Вот как вот ты заходишь часто, пацаны, вы что тут сделали? Вот, как вот, вы что вообще? Ну, знаешь, вот бывает, вот все равно, как ни крути. Ты сейчас про перфекционизм говоришь? Я сейчас говорю, даже люди, даже вот понимаешь, сейчас есть YouTube, просто вот ты вот занимаешься шумоизоляцией, ты, блин, зайди, посмотри, как это вообще делают. А тут ты все еще, короче, минваты налепил, короче, за гипсокартоном и думаешь, что у тебя вот такая вот шумка уже, все. То есть, когда ты ему говоришь, пацаны вообще смотрели, как, да, мы вообще не смотрим, что, мы уже 20 лет этим занимаемся, мы уже все и так знаем. Или там, я электрик, у меня и папа электрик, и как будто я тоже по наследству профессионализм какой-то ему передался. Вот, уровень-то на самом деле у нас очень высокий. Я тут просто мониторю даже англоязычные ресурсы. И я думал с англоязычных ресурсов воровать что-то к нам, но я понял, что это им надо воровать, походу, короче, потому что... Я тоже пытался смотреть строительный YouTube, типа там, думал, сейчас я там увижу вот это все... Лучшее, что я нашел, знаешь, что? Что? Шоу, где какое-то шоу на Discovery, где, короче, чувак, типа, попадает на объекты, которые нужно сделать очень быстро. И у него такая команда, короче, и он такой, давай вот это... У них, кстати, это любят. У них это любят. Быстро, быстро, вот это тараканы, травим тараканов, ну, чистое шоу, чистое шоу. Быстро вот это лестница. Максимально наигранная, да? Вообще жесть, просто типы какие-то... То есть видно, что прям шоу-шоу. Но очень похож на строительный. Да, но очень похож на строительный. Но это чистой воды проект шоу. Это лучшее, что я нашел. А я видел там с помощью инструмента пытаются из квеста выбраться, короче, типа. Да, ну вот, ну, короче. Хендмейт, еще вот хендмейт у них крутой. То есть вот эти вот все, короче, ребята, которые DIY-хендмейт, оттуда пошли так хоббисты, так называемые. Вот они клевые делают. Всякие там вот эти диреста, эти как они там... Ну, короче, много-много есть ребят, которые там просто всякие там деревяшки, какие-то ручечки делают, вот всякое такое. У нас тоже есть такой пласт, DIY-щики. Типа вот Шайтера. Да, да, да. Вот Шайтера, Харву, да, короче, все. Там много кто, да. Вот там много. Вот оттуда они взяли много что. Андрюха же говорит. А конкретно стройки на объектах? Я, короче, говорю, там смотрю и все. А стройка просто вообще в дне, просто в дне. Причем я не знаю, может на самом деле, может это у нас такой зритель, он любит вот кайфовать. У нас многие пишут, что... Что говорит? Серьезно, блин. Когда девушка с ним, он сразу пипец просто. Только что зашли, кривлялся, сейчас сразу. Ну да, я же тебе говорю, постоянка, серьезка. Ладно. Нам лучше только. И получается так, что хендмейт мы можем оттуда вобрать и как-то переносить сюда. Да. Организация шоу. Вот мы сейчас планируем сделать шоу. Все, у нас это может не зайдет. Вот у нас такие мужики, вот они вот пишут, бля, я сегодня целый день. Вот такое не зайдет точно. То есть когда вот это наигранное херня, они просто, ну, это когда тысячу квадратов картона. Бош пытался что-то подробное сделать. И вообще прям не зашло. Я смотрел прям... Большой бюджет был огромный. Я не сомневаюсь, я видел, потому что все это дело, я понял, что большой бюджет, но ни о чем. Как часто у нас бывает у компаний крупных. Без души просто. Проблема в том, что у нас любят вот именно вот эту вот реальность. Да, поэтому я и говорю, что мы хотим сделать диванное шоу одно, короче. Если оно получится, прям диванное шоу. Короче, я ржу с комментариев, когда пишут мне... Нам нужен спонсор, хотя бы какой-нибудь, ребята. Спонсор, отзывайтесь. Короче, я ржу с комментариев, когда мне пишут, что целый день электромонтажил, типа делал электромонтаж, ночью пришел домой, сажусь сжать и смотрю тебя на электромонтаж, типа про электромонтаж. Жена мне говорит, что я ебнутый. У меня очень много таких комментариев. Ты понимаешь, мужики у нас какие просто. Вот любят свое дело. Вот фанаты. Мне кажется, это красавчики на самом деле. Вот просто красавчики. Сейчас, мне кажется, не знаю. Сейчас вот если ты говоришь, как будет блогером быть, наверное, всегда можно что угодно начать. Вот если ты профик. Просто опять же, у нас... Просто мы все это к чему рассказали? К тому, что уровень сейчас Ютуба в России не слабый. То есть если вы просто придете и начнете делать там, как вас дедушка научил, ну, скорее всего, вас разнесут. Ммм, смотри, тут очень важно просчитать. Я этого не понимал. То есть вот смотри, как органически произошло у меня. У тебя органически произошло, что ты перешел того, чтобы снимать кого-то, а у меня такого даже в мыслях не было. И я снимал просто то, что я делал на данный момент. То есть я действительно разбирался в каких-то вещах. Я искренне так считал на тот момент. И я действительно даже про электрику делал. Хотя из меня «Электрик» — это отдельная песня. А я даже тизер там, я помню, сделал. Фиг, какой там год, там десятый даже, меньше. Так вот, какая история была? Что я делал контент, который был, вот он был живой. Потому что я рассказывал про то, что вот я делаю действительно. Да, да. Мы тоже на этом выехали? Да. Не-не-не, я тебе не говорю, что это будет все, конец твоей карьере. Первые наши видосы, нам там про электромонтаж, который мы сняли, нам желали каждый второй комментарий отдельный котел в аду. То, что мы сделали. То есть, ну я всегда анализировал. То есть, у меня всегда комментарий, вот этот хейт, я не воспринимал это как хейт. Это скорее была вот чистая вот обратная связь. Типа максимально холодно пытался. Ну сначала, ладно, мне не получалось сначала. Холодно. Ты же сперми. Да, я там телефон все писал. Слышь, ты набери, что-то пишешь. Я сейчас вспоминаю, думаю, пипец, что в башке было. Суть в том, что на самом деле эти комментарии говняные можно использовать как обратную связь. Когда ты видишь, что много обратной связи такой, одной и той же. Так ты сними снова ролик. Вот допустим, мы сняли последний фильм, ну ролик, о том, как дела на стройке. То есть, просто кто как зарабатывает, сколько, вот ты в нем тоже участвовал. Вот, и просто решили, ну вот, есть определенные проблемы. Почему-то, опять же, кстати, украинская аудитория восприняла, это как будто мы что-то против них там делаем. Типа мы ха-ха-ха, санкции. Ну, ребята, у вас своя война, у нас своя война, тут у всех свои проблемы. То есть, мы просто решаем, мы просто решаем проблему по мере поступления. Я вот решил просто объехать пацанов, вообще, как изменились дела. А я тебе больше скажу. Я когда звоню некоторым, говорю, пацаны, что у вас там изменилось? Спецоперация, хочу сделать видео. Они мне, ничего не изменилось, что снимать вообще будем? Не о чем рассказать. Я говорю, нет, что-то, наверное, изменилось, короче. У некоторых прям вообще никак не задело. И суть в том, что мы делаем этот проект, я запускаю и показываю, что с материалами далеко не все так плохо. Вот есть такие-то, такие-то выходы. Просто для того, чтобы, знаешь, люди знали, что делать. Географически не может быть плохо. Все нормально в любом случае быть. Да, и суть в том, что мне написали. Я хотя бы больше так скажу, что у нас техника подешевела. У нас дофига чего. Поначалу все взлетело, а потом, бах, оно просто вниз, потому что параллельный импорт. Да. Суть в том, что очень много было комментов. Вот, типа, материал-то у вас есть, а станки-то скоро сломаются. Я думаю, блин, сначала злиться. Ну, как так? Ну, ничего, неужели вы думаете, что станки, ну, вопрос с ними не порешают? Но, с другой стороны, я потом думаю, блин, это же идея для нового ролика. И я такой, набирая своих знакомых у кого производства, как, говорю, решаешь проблему со станками. Они такие, да вообще наизи там. Короче, ну, да, дольше, да, там, короче, может, что-то на китайское поменяли. Ну, у нас и было почти все китайское, короче. То есть, никаких проблем нет. Приезжай, покажем. И, возможно, это будет еще один ролик. Я уже даже немножко материала подснял параллельно. То есть, просто я тебе говорю, что вот на этих комментариях можно, ты понимаешь, что людям нужно, что их беспокоит. Вот, то есть, там можно какой-то новый ролик создать. Поэтому хейт в комментариях, надо к нему, конечно, с холодной головой подходить и относиться больше как к обратной связи. Вот. Ну, делать то, что хочет аудитория, это такой путь немножко никуда. Надо не то, что хочет. Не совсем так. Понимаешь, хотя бы вектор понимать, что интересно людям. А как ты это преподнесешь, как ты это покажешь, это уже твое дело. Ну, вот я сколько не пытался собрать обратную связь. Нет, если ты просто скажешь, пацаны, что снять? И они тебе начнут идеи для ролика. Они тебе, конечно, говна накидают. Потому что каждый там свое будет, короче. И да, а вот когда ты пишешь, ну, они же тут ничего не пишут. Они же тебе ничего не просят. Они просто свои боли. Они даже еще не знают, что это их боли. Они просто все массово их выкидывают. И ты когда, не каждый же комментарий смотришь, но когда ты смотришь этих комментариев уже, там, не знаю, миллион, и там по тысячу лайков на каждом, уже о чем-то говорит. Ну, я, по крайней мере, так делал, так шел. Частенько такой метод использую. Ты смотришь самые отлайканные комментарии? Не то, чтобы самые отлайканные. Да просто чувствуется, на самом деле. Я понимаю, что можно лайки накрутить, что угодно делать. С опытом потом уже чувствуешь, какие-то комментарии. Я вообще просто не к силу, не к городу. Лайки на комментарии, офигеть. Да, да, так это почему вообще на изи делается? Я не знаю, как делается, но это легко делается. Не, понял. Так что вот. Я думаю, может, что-то поговорить насчет темы того, что, типа, как все это сейчас... Сейчас же, ебать, изменилось всего. Изменилось, конечно. И, возможно, еще... Вот мы сейчас с тобой общаемся? Да. А сейчас, по сути дела, все эти референдумы, что-то еще там проходит. И мы просто сейчас все подвешены в воздухе, мы просто с тобой тут вдвоем, как будто, знаешь, ничего не происходит, просто пипец, что происходит. И чем все это закончится? Мы просто даже завтра не знаем. Слушай, смотри, мое мнение такое, что есть... Ну, что касается Ютуба вообще, в принципе. То есть ваша истерия закроет, там, то-се, инс закроет, пятое-десятое. Даже если закроют, потребность в контенте, потребность в потреблении такого контента, она не может уйти. Она уже у нас зашита. У нас маленькие дети, они уже вот так смотрят. Соответственно, появится что-то другое. Да, но очень расстраивает то, что все еще ничего не появилось. Я в шоке, что у нас ничего не могут сделать. Честно, вот это, ну, что бы там ни говорили, вот это вот управление, которое у нас есть, оно ужасное. Ну, смотри, мне просто кажется, что вот представь себе, просто давай представим себе два абсолютно одинаковых кафе, абсолютно одинаковых кафе. и они с виду одинаковые, там что-то еще, да, и они по сути, у них, они одинаковые же, но ты в один заходишь, там дешевле и вкуснее, а во втором дороже и сложнее зайти. Зайти нужно еще как-нибудь там вот из-под этого самого. И еще пока ты идешь, тебе там еще, короче, всякие разные впуливают, короче. Ну, я не понял, к чему ты. Ну, вот смотри, есть YouTube, есть YouTube. Да. Говнище YouTube вообще. А почему оно говнище? Потому что, а, там неконтролируемая реклама, непонятный, короче, целая кузка. Слушай, да ты этот видос там попробовал выгрузить, вообще невозможно сделать. Вот именно, но ты с одной стороны смотришь... Они полгода уже не могут это сделать. Да, а люди с другой стороны, поэтому, соответственно, пока существует вот это хорошее кафе. Возможно. То есть вариантов нет, чтобы вот это кафе... второе кафе, это скорее всего дзен. Вот он реально может выстрелить. Может быть. Вот реально. Вот если есть какая-то линератива, это дзен. И, ну, пока что он мне очень непонятен. Никому не понятен. Я пытался, я загрузил 10 постов в дзен, сделать, у меня ноль просмотров. Что-то я не так сделал, не знаю. Ну, во-первых, надо было дзен, мне кажется, сначала покачать через YouTube твой немножко. Ну, я вот, я просто сделал холодный, мне было интересно. Я накормил дзен сначала через YouTube, потом он у меня более-менее зажил своей жизнью. Но проблема дзена сейчас в том, что там, причем есть парни, которые зарабатывают. Шайдер, мне неплохо у них получается на дзене. Да? Да. Более бог. Андрюха сидит в дзене? Да? Да. А ты что, у него там стабильно там с монеты хотят. А знаешь почему? Ага. Потому что он зарабатывает с YouTube, а так же, как и ты. Он ищет эти самые, эти части, да. Конечно. Там он нашел, видишь, в лазейке. Причем они еще, причем знаешь, когда для меня было шоком, когда я монету отключили, я такой, что делать вообще, как так? Они такие, и я узнал, что есть дзен. Я такой, о, а ты же в группе диайвайщиков, Это сейчас я в группе диайвайщиков. Тогда я не был. Причем я с некоторыми блогерами общался, там, с сидориком, вот. Сидорик тоже же, он именно блогер. Да, да, именно тоже, он очень, он соображает, что делать. соображает. Вот, и я узнаю, что есть дзен, а потом смотрю, а на этом дзене уже давно есть сидорик. есть каналы, которые вообще к стройке относятся. И потом смотрю, уже есть уже и сидорик там на этом дзене, есть и шайтер. Я такой, чего? Это что? Я просто даже, ну, я вел в ютубе, даже не думал о нем. А потом они мне такие говорят, да, у нас там пятерка в день получалась с монетой. Я такой, пятерка в день, просто. Причем они просто параллельно тоже, что на ютубе загружали, тоже и на дзен. Но про него никто не знал, и там конкуренции не было вообще. Понимаешь, что там было вот пару строительных блогеров, и все. Я думаю, ну, красавчики, на дзен, и все, уже зарабатывать. То есть, ну, опять же, произошел кризис, я узнал, что есть еще и дзен, что тоже там. Там, конечно, сейчас уже огромная конкуренция, при этом. Слушай, мне кажется, сейчас современный ютуб, это все-таки команды. То есть, если делать какие-то проекты, если делать что-то такое интересное, вот эта история, когда ты взял камеру и сам поставил себя и начал снимать, блин, так вот так сложно. Ну, это что-то тебе надо реально очень оригинальное снимать, очень прям интересно, прям, и вообще мне не нравится. Я давно не видел, я бы хотел такое увидеть, я бы хотел увидеть хотя бы один канал сейчас в топе. Это Виталян, когда вот он начинался, он чисто тянет. Виталян может на тапок взять, снять. Ну, он на тапок и снимает. Но он уже не все, мы его укусили сильно. Мы его укусили сильно. Вот, кстати, насчет камер. Я все-таки сторонник, что супер крутой продакшн не нужен. Но, иногда, вот есть ряд причин, по которым я скажу хорошей камере, да. Она должна быть, короче. Если ты реально собираешься зарабатывать на контенте. Ты же попробовал? Да. Ты вот попробуй просто на завод приди с телефоном поснимай. Вот, вот скажи, чуваки, давайте вот вам столько-то денег, мы там вас прорекламируем. Они такие, окей, думают, серьезные ребята приедут сейчас. И ты такой, зашел с айфонами, давай снимать. А там пенсионеры по 50 лет, они скажут, это что за вообще школьники приехали, короче, на тикток снимать. Как бы, ну, вообще, то есть, в этом случае, да. Это мы приезжаем в фургон. Вот, да. И знаешь, чуваки такие, которые, прикинь, свадьбу, мы просто, мы снимаем, что же у нас было, какой-то форум, это было хер, когда, сколько лет назад. И приезжаем мы, короче, фургон, то все, а они, они операторы, которые там, их наняли, чтобы снять, у них там кран, все такое. И тут бах, там Андрюха, разоделся, бах, один, второй камеры. Это работает. Они такие, а вы кто? Типа, что у вас за продакшн, короче? И говорят, да мы блогеры, короче. Они такие, кто блогеры, короче, такие, вот именно свадебщики, такие, типа, они видят, что у нас есть, они такие, они в шоке просто, реально. Особенно, кто понимает. Да, это все на самом деле работает, а если это работает, значит, от этого отказываться не надо. Вот, ну и зумы, вот эти все без, получается, потери качества, там, с айфоном ты это не поделаешь. Плюс, без проблем. Вообще без проблем. Вообще прям, тем более с современными. Мне всегда, когда кто-то спрашивает, чего мне взять за камеру? Я всегда говорю, чего тебе взять за телефон? Мне говорят, ну там, не знаю, айфон какой-нибудь там, или там, какой-нибудь там. У тебя уже есть камера, братан. У тебя, говорю, есть все, что тебе нужно. Купи за 7,5 тысяч звук, а можешь даже дешевле. Да, за пятерку боя. И просто, да, боя за пятерку, короче, телефон, это все, что тебе сейчас нужно. Реально, вот, ну как бы. Да, да. Ну вот, если говорить, к чему все это дело придет, тут можно разные прогнозы ставить. Во-первых, для меня в шоке, что YouTube все еще не заблочен. Вообще в шоке, я просто в шоке. Я смотрю, что украинскую пропаганду там просто везде в топ, российскую пропаганду. Для меня, я считаю, что это пропаганда, что это пропаганда. На самом деле, и что те, короче. Правды там нет, это точно. Да, правда нет, она всегда где-то посередине. Вообще, выигрываются победители. Точнее, победители всегда права. Вот и все по истории. Тут сейчас бесполезно разбираться, кто прав, кто виноват. Короче, суть в том, что я не понимаю, почему YouTube все еще не заблочили. Просто не понимаю. Я не понимаю, почему не заблочили ОРТ, блин, и другие каналы. Да. Это я как раз таки понимаю. Я прям смотрю, и я, короче... Очень хочется, очень хочется. Я, прикинь, я не видел ничего, и тут случайно, короче, я, грубо говоря, там был в гостишке. Соловьева включил, да? Аминь. Я, короче, а у меня нету телевизора дома. Ну, просто нет. Я не смотрю. Я прям вообще не в фоне. Никогда у меня не было... Так, вот сейчас в жизни у меня не было телевизора. И тут я, короче, это самое... И такой, знаешь, там клика, там что-то раз-раз-раз, и такой ОРТ, или я не знаю, какой канал там, ну, ОРТ, да? Первый, наверное, ОРТ уже не знаю. Он раньше был ОРТ. Ну, короче, в моей жизни, первый канал. Самый, блин. И тут, короче, начинаются бабки в студии, орут друг на друга, там политики, что-то то-сё, всё в одно. Я такой смотрю, у меня, знаешь, у меня такие мурашки просто. Я говорю, да, ну, Ютуб запретить. Я смотрю, думаю, вот это надо запретить. Просто, просто в хлам. Ну, я был в шоке, если честно. Я понял всё. Да, да, я тоже... Ну, смысл всё это обсуждать, но суть в том, что... Я где-то видел мем, короче, пока наши родители думали, что нас испортит интернет, их испортил телевизор. Знаешь, какая тема... Это факт просто. Это прям факт. Слушай, ну, Ютуб тоже ещё та... Вот есть фильм-то классный, который «Социальная дилемма». Мы же тоже, мы из века... Мы думали, что мы придём в век информации, а мы пришли в век дезинформации. Жёсткая дезинформация. Столько на Ютубе всего. Ты хер знаешь. Кому верить? Вот я поэтому и говорю, что почему Ютуб... Шорцы вообще политически ни в коем случае смотреть не надо. Плохо приспособлен. Вот смотри, какая штука. То есть, если ты хочешь какую-то информацию найти, почему Ютуб не подходит часто для этого? Потому что, короче, особенно технический контент, то есть, если тебе что-то нужно, ты заходишь на Ютуб, ты должен перелопатить просто 5 часов инфы, чтобы где-то найти какую-то долю полезности. Это очень сложно. Это сейчас прям бич такой. То есть, ну, прям вообще жесть. Да. И я тебе просто к тому, что говорю, что Ютуб по-любому одной ногой в могиле. И, возможно, вот все мои знания, которые, я счастье говорю, вот ролик уже выйдет, а его уже только половина через VPN смотреть будет, и они уже будут практически неактуальны. Но, опять же, я думаю, что, скорее всего, вот все будет так. Ютуб, кто хочет через VPN, но VPN, опять же, хороший, хороший денег стоит. Потому что, это уже не Инстаграм тебе смотреть через VPN. Ну, 5 тысяч в месяц. Нет, в год. В год? Хороший. Я купил 5 тысяч, не знаю, хороший, по-моему, отличный. Ну, видосы без проблем, короче, смотришь, все, да, ну, хорошо. А что, не все есть? Я не слушаю, не знаю. Просто английская реклама идет, китайская, всякая такая. ты платишь деньги, ты получаешь кучу всякой рекламы, не русской, короче, сколько людей заходит через VPN. Сейчас все кричат, мы через VPN смотреть будем. Очень плохо верится, что прям все будут через VPN смотреть. 100% уйдет, ну, минимум, мне кажется, половина, а то и больше. Ну, смотри, ну, я еще плюс забросил инсту, вот у меня было в пике 18-19 тысяч просмотров историй. То есть, представь, мои истории смотрело 19 тысяч человек, с учетом того, что у меня было там 45 тысяч подписчиков. То есть, ну, это прям вообще, ну, то есть, это у миллионников, короче, там у некоторых по 5-6 тысяч смотрят. Ну, короче. И сейчас у меня, короче, порядка там 6-7, может 8 тысяч. То есть, сколько это? Это больше, чем 50%. То есть, на мой взгляд, я еще забросил чуть-чуть, но тем не менее. То есть, и та же самая статистика будет в Ютубе, я уверен. Ну, возможно. 50%. Очень хочется верить. Ну, потому что, вот смотри. Если еще и монета будет переходить через VPN, через эту рекламу иностранную, ну, я сомневаюсь, Ютуб не тупой. Он поймет, что вдруг скачок доходов на российских оценцах, он не просто так произошел. Ну, понимаешь, да, что тебе стали смотреть? Тебе стали английскую рекламу смотреть. Они не смогут с этим бороться. Думаешь? Это невозможно. О, это будет круто, если не смогут. Тогда я захочу, что заблочили. Да. Прям хочу. Да. Другая часть. Я поэтому и говорю, что вот эта истерия, которую устраивал Виталян, помнишь, перед днем строителей, перед чем там, я не помню, когда выпускаем, выпускаем, выпускаем. Сейчас заблочили, а там Захарова, там Захарова как раз сказал. Блин, это было перед слетом. Как я, я же ругался в чат, ты помнишь? Да я помню, Ты помнишь, блочим Ютуб, я тоже думаю, за сердце схватился. А здесь с другой стороны, если так, а теперь, как это трезвость проходит, и мы такие понимаем, что всегда есть другой вариант. И часто, то, что нам казалось полной катастрофой тогда, в будущем нам кажется... Оказалось нашим трамплином просто. Да. Да. В моей жизни было так часто. Так всегда. Когда ты выгорел опустошен, слушай, это пандемия, когда это началось, я в принципе в пандемию, когда вот все, вот пандемия была, мы всегда работали руками, получается, больше, да? И тут такая хрень случается, что меньше надо передвигаться, то есть как бы там на улицах ловили, штрафовали. Кстати, никого таки не штрафовали, но мы этого боялись. Я ездил просто, я первый раз проехал, один раз, второй, третий, потом думаю, да и блинчик, я по Москве с кайфом просто гонял, мне не пришло, а мы что-то напряглись, но мы подумали, что типа вот у нас есть квартира, будем больше короче, ну чтобы она как раз была близко просто у нас дома, будем короче ее вылизывать, я подумал, сниму на ней пять роликов нафиг на этой квартире. И вот знаешь, как-то я стал ее снимать, по-моему, я понял, что я уже меньше даже, я уже практически там ничего не делаю, больше снимаю. И как-то потом, потом мне уже в голову пришли мысли, а что блин, вообще надо просто снимать. И все, если это мне нравится реально. Вот. Это важно, кстати. И в принципе. Это вот первое, первое, мне нравится создание продакшена, вообще создание чего-то, вот фильмов, да, грубо говоря, фотографий или чего-то еще, тогда получится. То есть потому, что я просто помню, если ты ночами, грубо говоря, не сидишь и не ищешь новые переходы, склейки, какие-то референсы, ну, как бы какие-то идеи, ну, и типа ты не спишь с этим, такой типа, да, вот сейчас вот это сниму, вот здесь, а тут я скажу, а тут в кадре так, а там будет так, ну, очень маловероятно, что зайдет. Очень маловероятно. То есть если как бы вот этого... Вот если ты просыпаешься с какой-то идеей, и ты вот прям вот просыпаешься, что ты вот хочешь этим заниматься, она тебе будет по утрам. Все, делай вот это. И вот ты не знаешь, ты не знаешь, зайдет, не зайдет, но ты знаешь, что если ты не будешь это делать, ты не будешь счастлив. А если ты делаешь просто то, что тебе не нравится, прям не заходит, ну, вряд ли что-то из этого получится. Скорее всего, так люди так вот на завод ходят. И все. Сто пудов. Вот, если говорить про дальнейшие перспективы. Я тоже думаю, что вот есть Дзен, допустим, тот же самый, у кого реально хоть что-то получается. Да, пока что это очень непонятно. Там очень непонятно начисляется монетизация. Очень непонятно. Но там есть просмотры, там есть люди. Еще она не стала Яндексом, и это косяк, если честно. Почему, в смысле, не стали? Ее выкупили. Теперь Дзен не Яндекс, и Дзен чей-то другой стал, и это может его убить. Да, да, да. Ну, я очень сильно надеюсь. Понимаешь, там есть все. У Яндекса есть все. Если они это просрут, у Дзена, имею в виду. Да. Ну, тут уже все. Тут уже нам никто не поможет. Уже все. Вот смотри. Короче, я вот сейчас выложил сторис перед началом, и посмотрел, всего лишь тысяча человек. И это, ну, это очень мало. То есть для меня это просто прям ничего. Ну, правда, она и час, но тем не менее. Ну, ты не забывай сейчас время такое, что все разбежались, что с ней об этом думают. Я сейчас смотрю сейчас видосы, как откосить от мобилизации. Сейчас, вот я вот смотрю, что пишет. В армию идешь, позовут пойду, но нет, не иду. Ну, я про себя тоже скажу так. Желанием я не горю. Вообще нет. Просто мне хватило даже одного, знаешь, вот этого. Во-первых, я это изначально все не поддерживаю. Короче, если меня поймают? Да, да. И перетащат туда. Если мне не получится как-нибудь съехать. Мне часто украинцы пишут, что типа, выходи на Красную площадь, там, митингуй, короче, и тогда, может, спасешься. Так вот, ребят, я скорее в сапоги одену и в армию пойду. Больше шансов будет выжить, чем я пойду на Красную площадь. Сто процентов. Шансов выжить будет намного больше. Хотя тоже мало по ходу. Короче, вот, желанием я не горю. Ну, мы позицию друг друга знаем, так уже для зрителей, скажем. Желанием мы не горим, но всякое в жизни бывает, ни от чего не зарекаемся, никуда не убегаем. То есть, как были мы тут, так и остались. И надеюсь, все обойдется. Вот видишь, какой фон? Тут мне как-то закончится. 90% того, что пишут, мне спрашивают, когда в Казахстан. Приезжай в Казахстан, бро. В Казахстане тебя ждут, прикинь, прям вот целая куча. Как с поставками материалов? Кнауф, Семин и так далее. Вопрос к тебе, походу. Ко мне? Ну, я образно говорю, ты же уже, поэтому, смотрите видос Димона. Короче, кстати, если кто-то в Казахстане, давайте, узнавайте что-то с поставками, потому что не так, на самом деле, просто тоже с Казахстаном работать. Если там будут какие-то свои пацаны, которые будут поставлять некоторые эксклюзивные вещи, это будет круто. Я бы на месте казахов уже давно бы сам это наладил, но почему-то пока все еще никто это по электромонтажу, ну, по электрике не сделал. Поэтому, ребята, все шансы, кстати, новые рынки, между прочим. Ну, да. Того же Шнайдера, если вы его завезете сейчас в Москву, он тут, блин, как горячие пирожки будет разлетаться. Ну, если, конечно, завтра военное положение у нас не в виду, а и то, я думаю, будет разлетаться. Почему в премиум ремонте зачастую экономят на вентиляции и кондиционировании? Ты, кстати, нет ни одного видоса про эту тему. Узкая тема, она мне прям так не нравится, мне многие уговаривают на нее снять. Ну, понимаешь, кондиционеры у нас в стране, это вот в основном Ростов, Москва, ну, Москва, потому что больше вентиляции, просто бабок, да, бабок тут дофига, тут все делают. Поэтому стараются. Даже если раз в месяц нужно, сделают. Раз в месяц в году. Да. В лучшем случае. Да. Вот. И поэтому, ну, мне кажется, это узкая тема. Мне многие начинают намазывать, нет, не узкая. Пацаны, просто я вот со своей колокольницей живу, вот ты делаешь видео про квартиру? Да. Вот столько до просмотров. Делаешь про частный дом в три раза меньше. Почему? Потому что у нас людей, которые живут в квартирах, намного больше, чем людей, которые живут в частном секторе. Все. Логично. То есть, сделай видео про деревянный дом, еще будет меньше, потому что людей в деревянном доме еще меньше. Да. То есть, ну, вот так вот. Вот так же я отношусь к вентиляшке и кондиционированию. Но опять же, если там найдется какой-то, ну, прям классный спец, ну, крутой, который тебе на натуре классные вещи объяснит. Допустим, как сделать простенькую, ну, крутую там вентиляшку, допустим, там, ну, что-то такое, и с желанием сняться. Да без проблем. Игорян про хаос. Да, ну, возможно. Круче его нет. Познакомишь. Пока просто фургон инструмента забит под верх. Все. Хилти, мелоки, что хочешь, короче, просто все бурилки там электронные присасываются к стене. Просто отморожены. Штуки 3-4 ларгуса, короче. Я слышал, что в Ростове, в принципе, очень развита тема кондиционеров. Конечно. Потому что у нас жарко. Юг, да. У нас жарко. Тут не один месяц в году надо как бы. Не один месяц в году, да, да. То есть, у нас прям нормально. Вот туда Армавир, ну, и пошло-пошло-пошло от Ростов, и пошло-пошло. Ну, также я думаю, что в... Где это, где рыбу там ловят, там тоже жарко часто. Астрахань? Астрахань. Да, да, да. В Астрахани тоже, наверное, нормально. Вот. Ну, в Астрахани другая культура. Да? Я даже не знаю. Слушай, в Астрахани вообще никак, ни с чем не был связан. Не снимал никого, не пересекался ни с кем оттуда. Прям... Ну, я вот в Астрахань приехал, недавно был там, там был какой-то слет дизайнеров и строителей. Я, конечно, там выступал, я приехал, и у меня, знаешь, такое впечатление было, что я даже не то, что там в Ростов, и у меня такое впечатление, когда я в Ростов сейчас приезжаю, кстати, по поводу периферии, когда ты... Вот все говорят, Москва, Москва, Лидия, это поляр. Ты когда, короче, привык ходить по непоубранным улицам, по ребрике, все вот эти вот бордюры, там, не знаю, называйте, как хотите, трава растет, потом какие-то бураки, что-то еще, и ты такой спокойно по этому ходишь, в школу всегда нормально, у тебя все хорошо, там вода течет, где-то лужи. Если сейчас, я выходя из машины, наступаю в лужу, у меня прям типа, бля, это что за район вообще, где это мы, реально, короче, то есть, ну, грубо говоря, здесь реально вот есть Россия и есть Москва, особенность периферии. Вы можете сейчас мне хэкить сколько угодно, и понятно, что Москва резиновая, не резиновая, и вообще каждый выбирает свой путь сам. Она, кстати, резиновая. Аминь, я это сказал Кодолову, я говорю, Москва резиновая, чувак, как бы, ну, если ты... Тут даже все рассчитано на то, что люди будут еще ехать и ехать, и это видно. По строящемуся метро еще там кольца строят. Да. Видно, что... А это абсолютно, это другая, и я приезжаю в Астрахань, и знаешь, там вот эти, короче, я вижу, что там неделю, какую неделю, там год, просто не подметали. Я просто вижу такой вот, просто вот шух, вот эти вот, все эти штуки, такие грязь, и я такой думаю, блин, что-то я, наверное, охренел вообще, короче, потом приезжаю в Ростов, не знаешь, так у себя по райончику иду, короче, а там все как было, так и есть, и пацанчики все те же, короче, вот, ну, я приезжаю. Так я так недавно в Перм приехал. Мы с ними просто стоим, общаемся, и я прикинь, то есть, не то, чтобы, короче, люди не разбираются, вот мне, как объяснить, это вот прям другая история. Да, им просто пофиг. Вот прикинь, короче, то есть, вот я приехал, допустим, на машине, на Мельси, на одном, потом на другом, я понимаю, что они, они знают только марку, прикинь, то есть, вот настолько, и я, это мое, то есть, если здесь мы, ты сразу, ты просто вот определяешь, а там вот вообще другие ценности, и ты просто, ну, и ты понимаешь, блин, косяк, как-то, ну, как-то тебе так грустно становится, ты такой думаешь, а они-то считают, что ты мудилой стал. Да, да, я тебе больше скажу, я тут в Пермь когда съездил, я еще думаю, покажу Димону, он-то уже лет 10 в Москве живет, Пермь, думаю, что не такой-то плохой город, что в регионах тоже живут, а почему-то я это запомнил все намного лучше, я такой, иду, а тут ободрано, там обшарпано, тут вот трава сквозь асфальт, я такой, как, как я этого не замечал, а ты просто поживешь, особенно, когда ты уже долго пожил, ты это уже как норму воспринимаешь. тебе уже все обычно. Да, и понимаешь, и там нормально вот сделать, из труб сварить этот, оградку для детской этой площадки, как бы из труб эти сварить, и ты думаешь, колеса, колеса эти, закопанные колеса. пятый слой покрашено, знаешь, все, короче, ты такой смотришь, думаешь, и это оказалось нормально, а что, а просто, когда ты видишь, как в Москве все сделано, ты такой прям, вот вроде мелочи, это все. Ни хрена не мелочи, просто освещение, просто обычное освещение, мостов, Москва, в принципе, я когда я приехал, я ее вообще не любил, я думал, фу, я тут, на самом деле, я видел такие вещи, которые ты, ну, у нас люди как-то, на Урале они по суровей, вот, в целом, по закрытии, вот, а тут, короче, прям нереально разошерстно. в этом же кайф, ты идешь, я захожу в метро, а там тип, короче, он такой стоит, короче, слушает в наушниках, и такой, типа, он такой, я такой думаю, раз, кто-то заходит, красными волосами, знаешь, что все, я понимаю, что я испытываю удовольствие от того, что такие чудики здесь есть, и их тут не бьют. Больше их только в Питере, если бы чисто по чудикам идти, да, да, но, и он же кайфует, это как бы, ну, это говорит о самореализации, и это говорит о том, что, ну, кайф же в чем, быть собой, ну, то есть, вот он такой, вот он такой чудик, короче, вот, вот, как бы, ну, почему нет, и я такой ему подхожу, такой, типа, ему показывают, ну, типа, красава, короче, типа, он стоит, ему похер, короче, он даже не бухой, он просто, короче, кайфует, понимаешь? Москва, в принципе, я тут на самом деле видел, скажу тебе так, и сволочей, которых я в Перми не видел, у меня, допустим, жене, вот это да, здесь это есть, жене, допустим, с ребенком не уступили место, даже когда попросили, в Перми даже конченый алкаш бы встал, в Перми, просто, в автобусе, я объяснял, я общался вот здесь, на твоем месте сидел белорус, в Басандаре он делает ремонты, крутые, премиальные, мы с ним познакомились в Германии, вот, и он мне рассказывает его, как он ведет бизнес, я говорю, чувак, если ты приехал бы в Москву, у тебя все бы изменилось, ну, типа, здесь, либо ты бы здесь умер, короче, либо, либо, вот правила игры здесь жестче, большая конкуренция, люди друг друга не знают, у нас в Ростове за то, что здесь нормой, просто руки бы просто вот так, так сделали бы, короче, и ты бы забыл бы, что вообще так нужно делать, начиная от всего, от автосервисов, вот реально, здесь могут, здесь могут реально, блин, не знаю, колеса не прикрутить, тебе могут, короче, просто, ну, тут просто, тут надо знать, все места надо знать, если ты просто приехал, надо знать, ресторан надо знать, и то же самое у нас в стройке, то есть я прям захожу, я такой думаю, типа, и он еще такой мне говорит, 3000 в день, типа, я такой, короче, я просто понимаю, если бы такое вообще изо рта вылетела где-нибудь в Ростове у нас, ну, типа, просто жесть, и так, и так везде, то есть, ну, а здесь нет, здесь это проказ, здесь можно взять аванс и свалить, здесь можно взять аванс и свалить, за слова не отвечать здесь можно, что угодно можно делать, и суть в том, что, но у нее есть охраненные плюсы Москвы, сюда съехались, понимаешь, вот я вот взял, просто, семью, семью в самолет посадил, и улетел, и таких тут пол Москвы, просто, кто не захотел сидеть на месте, команду собрать, как за месяц, тут таланты со всего бывшего Советского Союза, если не больше, она притягивает умы, то есть, вот кто бы что ни говорил, вот эти бабки, которые здесь типа легкие, хотя они не легкие, они гораздо не легче, чем где-то там, то есть, согласен, вот ты, кстати, как-то правильно сказал, что Москва, вот в сторисе слышал, Москва это ИК-6, если ты был рукожопом у себя там, то у тебя тут только все хуже пойдет, только хуже, если ты там реально вот не знаешь, что дальше делать, да, базара нет, приезжай, расти дальше, когда ты вырос, короче, у меня, знаешь, как у меня в Ростове, я понял, что, короче, мне даже проекты, которые там дела, мне неинтересно, я, короче, мне неинтересно, все, короче, я просто понимаю, что ну все, я такой, ну а что делать, ну и все, я приехал просто в Москву, я как домой приехал, я сразу влился, я прям сразу, я первое время чувствовался, как вот, у меня котенка как-то маленького принесли, мне повезло, и он ходил по комнате, дрожал, у меня было двойное переезд, понимаешь? То есть я в 14-м году год, не год, лето проработал дом там построил, короче, вот в Граково, Граково, Краково, что-то такое, короче, вот в Глухово, нет, в Глухово потом. В общем, короче, построил там дом, и я должен был вернуться в 15-м году. И в 15-м году, короче, банальная моя ростовская тема, мне, короче, звонит тип с утра и говорит, ну что там, типа, тут у нас погода уже нормальная, там, типа, у меня там уже все, тут чайки там летают, или что там у него летает, типа, на участке, нужно делать. Я ему говорю, слушай, бро, я собрал команду, брендировал, одел всех обул, короче, все там я говорю, мне еще нужно пару-тройку дней там, сейчас мы тут объект добьем, то все, а что я там буду ждать, ты будешь объект добьем? Я ему говорю, слышь, ты как со мной разговариваешь? И, короче, понял, вся эта ростовская... Пошел! Так в телефон ему прям ору на лестничной клетке, говорю, пошел! А мы уже с ним договорились, и я ему, я сделал проект за свой счет, прикинь, я сделал проект за свой счет, короче, говорю, подави! А случилось из-за такой херни, короче, просто мы написали ему количество блоков, которые нужно, что-то еще, Лычагин тогда у меня работал, и он все полез. И он, знаешь, как напечатал, он говорит, едет в ОЗ с тележкой, он что-то, я там не знаю, что он, короче, у него... Понятно. Едет в ОЗ с тележкой, короче, и на тележке столько-то такого-то блока, столько-то такого, но нам этого не хватит, поэтому, короче, нам нужно еще купить вот столько... Сзади едет маленькая тележечка, и в этой маленькой тележечке столько-столько, короче, и он, я эту херню ему пересылаю, прикинь, с настроением, то есть потому что у нас все до блока рассчитано, прикинь, проект дома, все до блока рассчитано, мега круто, и вот это с стишком типа того, а тип типа такой, типа, что ты мне, типа, я там серьезный тип, ты мне такие стишки прислаешь, а там на самом деле не стишок, там произведение, я прям прочитал, я прям удовольствие испытал, ну типа кайф, а он такой на меня с наездом понял, то есть типа, что там, что это такое? Ну, что-то максимально странное, типа. И я, короче, понял, я, ну я прям, вот прям, вот как я умею, короче, прям жестко, и все, и мы, короче, и я не приехал, и я не приехал, хотя я тогда только наступил, и у меня, знаешь, как было, то есть я, короче, приехал в пятнадцатом году в Москву, в четырнадцатом, и, короче, я так ногу поставил, знаешь, на один участок, и мы так работаем, соседи ходят, то, сё, мы там прям плиту там лили шведскую, то, сё, ну прям клево, у меня даже где-то на ютубе было, вот. И, короче, у меня просто так один сосед, второй, то, всё, пятая, десятая, я, короче, договорился, всё, в следующем году, всё там по рукам, типа, вот я приезжаю, короче, вот прям изи. Если ты мастер своего дела действительно, короче, у тебя хоть чуть-чуть подвешен язык, а вообще, если, в принципе, ты в Москве и выглядишь как славянин, у тебя уже уникальное торговое предложение, у тебя уже уникальное. Если ты говоришь по-русски внятно, даже не обязательно выглядеть как славянин, если ты внятно говоришь по-русски, можешь донести то, что, ну, вообще говорить, если ты можешь отправить мейл, там, или, грубо говоря, ты можешь, там, не знаю, в Телеграме. Ты уже на порядок выше, короче. Да, да, в Телеграме что-нибудь написать, ну, типа, ты вообще просто, там, я не знаю, а ссылку можешь отправить ещё, если у тебя там есть, ты вообще, тут вообще всё будет нормально, короче, пацаны. Вот, то есть, если Телеграму умеете пользоваться, короче, то, ну. Ну, тут явно просто охрененное место для людей, которые любят, ну, вот именно с людьми работать. Именно команды собирать. Вот если ты собрался это делать, лучше вместо... Да, одиночки умрут. Слушай, у меня друг живёт в Торонто, и вот он говорит, Торонто — это в Канаде, довольно-таки неплохой город, вот, и он второй, по-моему, у них там по величине. Короче, точно не знаю, и он говорит, что это деревня по сравнению с Москвой. Ты понимаешь, насколько вот уровень высокий? Я не был в Америке ещё пока, но я был, ну, не знаю, сколько, очень много раз, там, 20 в Европе, наверное, то есть, там, всю Европу я объездил, короче, так или иначе, когда стал блогером, кстати. То есть, это реально социальный билет очень неплохой. Да, да, я тоже бы в Китай не съездил. Это социальный лифт, короче, стать, так сказать, блогером, лидером мнений. Это я просто свою жизнь, если мы говорим про YouTube, до блогерства, это как, знаешь, я прям, у меня прям такой пот, просто, там, типа, ну, вообще, как бы я не взял эту камеру в руки, нихрена себе. И то же самое, я хочу сказать про переезд в Москву. Сейчас я понимаю, что я 10 лет назад, во-первых, не переехал. Ну, то есть, это ошибка. Хотя, с другой стороны, всему своё время. Ой, здесь молодым вообще круто, мне кажется. Да. Молодым здесь. У меня пацаны тут 17 лет, 16 в команде, короче, 18. Можно целыми днями просто. Они попали туда, где я бы мечтал. Они просто попали в такое. Да. Они просто, они, они, короче, они, многие осознают. Но кто-то не осознаёт. Но я просто думаю, если бы я попал в такое место с такими, короче, ну, грубо говорить, я бы просто охренел. Да, да. Молодым вообще кайф. Тут, блин, долларовые миллионеры просто создатели компании есть, ты с ними, бам, проекты делаешь. Да. По чувакам. То есть, все те, кто были для меня вот просто какими-то небожителями, какими, то есть, прикинь. Ты в регионе, когда живёшь, ты кобыть на Мебетанном острове. Да. Ты вот смотришь в ленту вот эту вот, короче, инстаграмную, и всё, это где-то там далеко. Да. А тут с операторами встречаешься, короче. Я, допустим, смотрел там всяких спортивных блогеров. Он говорит, да я вот этого снимаю, я вот этого снимаю. Я говорю, в смысле? Ты его снимаешь вот этих. Вот я, то есть, понимаешь, они для тебя звёзды. А ты, короче, вот такой, бам. Тут пацаны с ними работают. Ну, мы только начали, самое интересное. Куда заканчивать? Не, ну, можем продолжать. Мне что, мы просто... Самое главное, чтобы, типа, вышло быстрее. Я сейчас поставлю, вот у меня есть клёвый, у меня сейчас идёт вот этот вот белорусый карбонит, и ещё кого-то мы сняли. Я, короче, наверное, перенесу, потому что там больше про такое. Ну, короче. Ну, сейчас, на самом деле, сейчас вот мне самому хотелось бы посмотреть какое-то адекватное мнение по всей этой ситуации. Потому что... А что, по-твоему, у нас адекватное мнение? Мы испорчены нашим прошлым. Мы в любом... Каждый человек всё смотрит через свою парадигму. Вообще нет ничего. То есть, вот два абсолютно одинаковых человека, вот на один и тот же видос у всех диаметрально разная реакция. То есть, это нормальное явление. Но есть же люди, которые просто мы с ними на одной волне, грубо говоря, да, там. Пускай они посмотрят наши отношения. Мне вот этого не хватало. Когда вот начался весь этот кипиш в Телеграме. Да. Пацаны, вы чё, где? Давай сваливаем там. Я говорю, ё-моё. Во-первых, неохота вообще ни от кого бегать. Как бы, блин. Ну, как бы, дело каждого. У каждого там... Ну, хотя у меня тоже семья, дети, как бы, вот, допустим. Тоже перед... То сказать, что я не боюсь. Нет, я боюсь. То есть, но, тем не менее, как бы, бегать, ну, нет, не хочу. То есть, вот. И поговорить на эту тему. Времена тяжелые. Я не хочу быть... У меня сто раз, у меня брат эмигрант. Ну, по сути, вот он уехал. Он уехал давно. Он уехал ещё, типа, там, пять лет назад или что-то такое, вот. И как бы, ну, я хочу быть статусом человек мира, но не эмигрант. То есть, я хочу за границу. Я хочу пожить в Америке. Я хочу год пожить в Америке. Я хочу перезимовать на Бали. О, вообще. Перезимовать обязательно. То есть, я не хочу в Европу. Мы, кстати, начали говорить про Европу, про деревню. Я был много где в Европе. И мне вообще не понравилось. Я был на стройках, на этих самых. Я просто подумал, я здесь бы умер. Ну, вот просто моментально. Скучно, наверное, да? Вообще, скука собачья просто. Москву точно скучно не назовешь. Скучно, скучно. Просто ужасно. Здесь я утром выходя, не знаю, где я буду. Вот сейчас я просто открываю телегу. И я вижу, что у меня там три приглашения. Бро, там, приезжай туда, сюда. Это все прикольные чуваки, короче. Давай поговорим про то. То есть, мир вот такой огромный в Москве, короче. Ты можешь, ты не понимаешь, непрогнозируемо. Ты не понимаешь, где ты будешь, короче. Слушай, я тоже не собираюсь где-то посуду мыть. Вот серьезно. Поэтому я лучше сопоеден. Я не хочу никого не убивать, не быть убитым. Блин, но вот, блин, не знаю. Вот будет выбор вот в том, чтобы, не знаю, жить никем где-то там. Надо будет идти защищать родину. Блин, ну придется защищать родину. Из меня, конечно, защитник еще тот с липошарой. Но, блин, ну если реально вот вариантов не будет, лучше будет так. Хотя, честно, я тоже желаю всем мира. Мне все это говно. Но все по моим сторис видно. Я сразу сказал, что все это дерьмо мне не нравится. Как наши переобуваются в новостях, это вообще отдельная история. Сначала Азов, это самый страшный ужас. Потом мы обменяли 50 человек на 200. Просто на следующий день после обменения. Я вообще не слежу. Ты мне сейчас не говоришь, да? Я просто, я когда это вижу, я думаю, я лучше бы не следил. Знаешь, а люди такие начинают переобуваться. Ты говоришь им, ну вот, что ваши делают, наши делают. Смотри, красавчики они. Они такие, это все специальный план. Это все там, им там Соловьев рассказал. Вот про таких, как они говорят, типа, ему сы в глаза, а он божья роса, короче. Вот, и все. И я не был сторонник этого. Я очень хочу, чтобы все это говно закончилось. Ну, как я могу, даже если с коммерческой точки зрения, вот даже вот монету после этого отрубили, вот, ну, как я могу все это поддерживать? И когда, и даже когда отрубили монету, я помню, что меня больше всего бесило, что вот когда, что где-то прячутся дети в подвалах. То есть, понимаешь, ни один нормальный человек не поддерживает войну. Ни один. Все пытаются друг друга зверьми, что тех, что других представить в своих новостях. Но на самом деле все хотят жить мирно. А мутят все это там наверху. И как ни крути, мы на это, мы наблюдаем историю, мы ее не пишем. Мы на это повлиять с тобой сейчас, к сожалению, не можем. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы сможем влиять на такие события тоже. Но пока что нет. Да, так и есть. Поэтому для тех, кто в Москве, для тех, кто в Ростове и в Перми, и еще где-нибудь, короче, в периферии, так скажем, и если вы чувствуете, что, ну, прям все, вот надо что-то, не бойтесь, просто не бойтесь. Попробуй. Мы живем один раз, елки-палки. Да, 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 так и есть. Да и тут есть история, вот Леха Василенко, он вообще со второго раза в Москву попал. Тоже не получилось с первого. Он, кстати, с Херсона. Он переехал, переехал, первый раз, короче, у него там, ну, вот не вывез. А, он с семьей переехал, потом ее отправил в семью. То есть, переехал двери ставить. Сейчас вообще топ-электрик, понимаешь? Просто вот, ну, как человек вот старался. Все, он чисто на желание выехал. Сейчас он зарабатывает столько, что он хорошо зарабатывает. И клиентов у него даже во все эти времена прям дохренища. Так что... Ну, еще раз говорю, если обладаете определенной экспертностью, то, как бы, ну, все будет нормально. Да, и шоколад... Люди без экспертности здесь. Шоколада с неба, конечно. Просто представь себе, знаете, вы сейчас офигеете. Вот, когда смотрят периферии, вы сейчас просто охренеете. Ты сидишь дома в квартире, просто сидишь дома. Ты берешь телефон и такой смотришь. Так, банка Кока-Колы, папайя, так, грейпфрут, три штуки, огурцы, помидоры, короче, заказать. Знаете, через сколько у тебя лежит пакет, пакет перед дверью? Через 15-13 минут у тебя лежит пакет в дверь. Я, кстати, тоже офигел. Если в такси здесь едет больше двух-трех минут, ты такой думаешь, что это за фигня? Да, типа, ты просто, ну, типа, там, типа, чё там. Короче, то есть, этой баллой... Если ты заказал комфорт и приехала в Эста, ты такой, чё? В Эста. А их тут даже нет в экономе. Да, да, ну, это естественно. Ну, кстати, продукты, да, я тоже в шоке был, что никто за ними не ходит. То есть, я не хожу за продуктами. Ну, то есть, ты как бы, я просто знаю, я прям, ну, вот, я просто, ты берешь, просто раз заказать, и всё, тебе приезжает это всё. Там, ну, короче, да даже шмот. Что угодно, короче, просто-то, ну. Я в Пермь, когда, короче, приехал, мне говорят, а где ты живёшь-то? Я же в Красногорск переехал. Да. Вообще, то есть, а там, оказывается, ещё и ты живёшь. Я даже не знал, понимаешь? И суть в том, что я сначала хотел в Люберце переехать. Потому что мне было срать, куда переехать. Я думал вообще без разницы. Технически нет, огромная разница, кстати. Вообще гигантская. Это две разных Москвы, короче. Есть даже карты, там, не знаю, может, вставишь эту карту. Короче, суть в том, что мне Денис Энджелоджик сказал, куда в Люберце? Я говорю, да, а чё? Я тебе то же самое сказал. Да, а мы же с тобой не общались, видишь? Да, мы же не общались, мы познакомились. Вот, и он говорит, типа, слушай, я говорю, а ты где живёшь? Он говорит, в Красногорске. А мне первый проект надо с ним снимать. Я такой, ну, значит, в Красногорск переехал. Просто, знаешь. Это было охрененное решение. Вообще, вообще. Ты по мере, это было охрененное решение. И я приезжаю в Пермь, когда говорю, типа, вот так и так живут. Ну, там, в Красногорске не таки. Ой, да ты даже не в Москве. Я говорю, смысл, не в Москве, у меня там электричка рядом. Ха, электричка. А они сразу представили вот эту зелёную, знаешь, где все в тамборе курят, короче. Я, короче. А тут же электрички часть городского транспорта. ЦСКА, ЦСКА, короче, ты в метро, короче. Я в метро очень редко бываю, крайне редко. Я прям, вот прям кайфую от метро, если честно. Ну, блин. Я, короче, спускаюсь в ЦСКА. Я, короче, знаешь, такой сажусь и так раз, знаешь, так поворачиваю голову. У меня тут три USB-шки, короче. Я так с кармана раз достал, чик, к айфону щёлк. И у меня такая длинн, зарядка такая. И вай-фай там или что там у нас. Короче, интернет по всему, по всей, короче. Интернет, сотовая связь. Практически всё везде по метро. Я охренел. Я просто охренел. То есть в общественном транспорте USB-зарядка и этот самый. Ну, блин, короче, чего ещё тут нужно думать? Да, да. Электробусы все эти, ну, реально. Инфраструктура на высочайшем уровне. А электричка – это просто как часть городского транспорта. Это не то, что у нас там в область, короче, за грибами едут или на дачу к себе с корзинками. Нет, это вообще, это реально уровень очень высокий. Я прям… Два чувака из деревни обсуждают Москву. Мы с тобой сейчас, да? Да, да, да. Так и есть. И самый прикол, знаете, в чём? Что, короче, в Москве огромное количество людей с периферии. Я бы даже больше сказал… Да, вообще москвичей практически нет. Да, да. То есть… Это Виталянда его жена и всё. Да. Как-то странно. Более того, я вижу огромное количество, ну, хорошо, по меркам, успешных и неуспешных людей. Так вот, людей с периферии, которые приехали просто вот… Да, они голодные. На один последний там, грубо говоря, билет, я сам такой, гораздо больше, чем коренных москвичей. Вот как бы так бы то ни было. У москвичей есть клёвая штука, квартира от бабушки, короче. Ты её тупо сдаёшь за соточку в месяц, короче, и всё у тебя нормально. И это большой косяк, если честно. Да, да. У меня, кстати, меня часто очень спрашивают, а у тебя не бывает такого, что ты выгораешь? А я так думаю, бля, я, может, с удовольствием бы и выгорел. Просто выгорел, вот просто хуй попинал, ничего не делал. Но я просто за хату полтить не смогу туда полтост. Понимаешь, когда тебе постоянно, когда тебе некуда идти, когда ты ещё, я вот говорю, сжигая за собой мосты просто. И это пипец какой мотиватор. Это, конечно, иногда это уже в крайность переходит, что это уже просто тебя начинает немножко этот… Я, допустим, какое-то время хотел уже расслабиться, честно. Но мне жизнь не даёт. Я тут читал одну книгу, создатель Запос. Он писал, что вот мы часто, типа, находимся в зоне комфорта, и мы пытаемся выходить специально из этой комфорта. Я думаю, братан, переезжай в Россию. Тебе тут не надо будет специально выходить из зоны комфорта. Тут тебе просто не дадут расслабиться. Мне кажется, поэтому… Ты смотрел сериал «Зона комфорта» с Харламовым? Нет. Реально? Когда он сидит, типа, в тюрьме в какой-то, короче, один, и решает вопросы по это… Посмотри зону комфорта. Вот ты мне будешь звонить ночью, вот так в трубку орать, я тебе гарантирую. Мы смотрели всей толпой. Я сериал вообще не смотрю, не знаю, что это такое. И, короче, именно «Зона комфорта». Прикинь, он там попал, короче, в тюрьму. Где-то в… Блин, где же он попал в тюрьму? И он, короче, там рыбу, что ли, перевозил там с контрабандой или что-то такое. И, короче, он по скайпу, у него в тюрьме, ну, типа скайп или там зум, что там было. И вот он по зуму решал там вопросы. Это просто смешно, дико. Я просто продышаться не мог. Прям вот советую. «Зона комфорта». Блин, окей, гляну. Обязательно. Обязательно гляну. Ну, что, я тоже жить буду? Ну, давай. Чуть-почуть. Вопросы отвечать больше не будем. Про Крым наш и всё вот это вот, короче. Тут много просто такого. Это пацаны без нас разберутся. И вообще, как бы, ну вот, я думаю, нашу позицию по всем этим вопросам поняли. Что будет, никто не скажет. Честно. Сейчас все… Я сейчас вижу вообще кучу сценариев и плохих, и очень плохих. Поэтому как всё будет, мы не знаем реально. Так же, как и про космос. Всё вроде идёт к тому, что люди полетят на Венеру, а в итоге всё вообще пойдёт по совершенно другому пути. Надеемся, что не будет никакой ядерной войны, что все мы будем, короче, в здравии, в мире. И чё, я только пожелаю всем успеха и удачи. И надеюсь, что Москва таки останется такой же классным, классным городом возможностей. Вот так вот скажу. Это 100 пудов. Блин, сколько тут сил мне на самом деле пописали. Блин, вот мне люди бесят, конечно, вот это… Да. Чё пишут? В общем… Чем бесит? Встретил ваших в солнечном Казахстане. Ну, это реально. Мы знаем кого. Понятно. Да. Такое есть. В общем, актуалочка у нас будет сегодня. Наше мнение по поводу того, что происходит. Да, мы специально, получается, даже никакую тему не выбирали с тобой. Мы просто решили пообщаться о наболевшем, скорее, о мыслях, которые у нас есть. Потому что по факту получилось так, что у Рувима некоторые проекты, скажем так, из-за вот этих отъездов, они завязались по времени. У меня появилось свободное время, и мы просто решили пообщаться. И решили не уходить от этих политических тем совсем, потому что глупо, раз всех это беспокоит. Ну да. И как бы… Интересуйся ты политикой, не интересуйся… Но политика будет тобой интересоваться. Поэтому мы решили пообщаться просто в свободной… Скорее всего, даже просто, наверное, выговориться. Поэтому пишите в комментариях, тоже не стесняйтесь ваше мнение. Всем пока, до новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова